Глава 1453. Пространственное пересечение. Император Морская Акула холодно посмотрел на двоих в световой клетке с презрением на лице. Шиянь был в первом небе бессмертной сфере, поэтому о нем не стоило думать. Он не считал, что Шиянь важный противник. Если бы Мэйцзи не была здесь, он мог убить Шияна напрямую, и захватить башню символов силы концепции, без каких-либо переговоров. Мэйцзи была экспертом на пике бессмертной сферы. В ближайшее время у нее должен был появиться шанс достичь уровня территориального предка. Кроме того, она принадлежала к высшему эшелону призрачного клана. Император Морская Акула не хотел стать кинжалом Нептуна и ощутить гнев призрачного клана. Если он убьет Шияня, а Мэйцзи останется в живых, она обязательно отомстит за парня, когда достигнет уровня территориального предка и станет главным могущественным членом призрачного клана. Все это может создать ему много хлопот. Он не был членом семи великих кланов, поэтому у него не было сильного защитника. Он знал, что не сможет противостоять ни одному из семи кланов. Он должен был обдумать каждый аспект, прежде чем что-то сделать. Время вышло. Какое твое решение? Император Морская Акула, изогнув брови, вышел из стеклянного дворца и зашагал к остальным. Мы не собираемся отдавать башню символов силы концепции безбоя, очаровательно улыбнулась Мэйцзи. Ты старший, ты должен убедить нас, верно? Дай нам шанс оказать сопротивление. Если мы не увидим надежды, мы согласимся с твоими условиями. Император Морская Акула был удивлен. Мэйцзи, ты, управляющая от призрачного клана в море уничтожения. Ты должна знать, что даже если ты на пике бессмертной сферы, ты не ровня мне. Стоит ли пробовать? Мой маленький дьявол хочет попробовать. Мэйцзи не скрывала своих отношений с Шиенем. Ее нефритовые руки сжали руку парня, ее лицо было взволнованным. Предшественник, пожалуйста, исполни наши желания. В этот момент Император Морская Акула наконец заметил Шиеня. Взглянув на него, он усмехнулся. Первое небо бессмертной сферы? Ха-ха, многие из моих внуков и подчиненных находятся на таком уровне. Он обернулся и посмотрел на молодого человека. Да тук, пойди и заставь его потерять надежду. Этот молодой человек был ростом около трех метров и совершенствовал силу металла. Он был подобен острому мечу во втором небе бессмертной сферы. На его теле была серебряная чешуя, похоже, он был из клана драконов наводнения. Его упругое тело излучало резкую энергию. Постарайся никого не убивать. Мы не хотим злить Императора Морскую Акулу. Иначе ты лишишь нас шанса, пробормотала Мэйдзи. Ты должен кое-что учесть. Если твои возможности смогут противостоять экспертам пика бессмертной сферы, мы с тобой возьмемся за руки, и, возможно, сможем избавиться от Императора Морской Акулы. Подумай об этом. Выражение лица Шиеня было похоже на твердый лед. Он был суров и холоден. Он кивнул и ступил в сторону Датука. У него был свой план. Если у него получится противостоять атакам бойца на пике бессмертной сферы, юноша использовал бы всю свою энергию, чтобы активировать пространственную силу концепции и чтобы нарушить пространственный порядок на морском дне. В результате этого, можно было выбраться наружу. Кроме того, его тело могло выдержать отдачу пространственной энергии. Но морское дно не было похоже на открытый воздух. Сейчас юноша был так глубоко в море уничтожения, что не знал, насколько далеко находится от поверхности. Напор воды здесь был экстремальным. Однажды он безрассудно призвал пространственную силу, давление воды и пространственная энергия должны были надавить друг на друга и разрушить пространство. Поскольку он был создателем, он не мог не ощутить ответных ударов. Зная об этом, юноша был достаточно осторожен, чтобы не использовать пространственные способности при перемещении под водой. Минха был на пике бессмертной сферы и овладел пространственной силой концепции. Однако он не пытался этого сделать, так как знал, насколько опасным будет ответный удар, после столкновения двух пугающих сил. Однако Шиянь был загнан в угол. Если он хотел избавиться от императора морской акулы, ему пришлось принять рискованное сражение. Чтобы одержать победу, ему нужно использовать неординарные приемы. Он не смог рассчитать последствия на морском дне, которые появятся после столкновения давления воды и пространственной энергии. В любом случае, он должен был убедиться, что его тело не разлетится на части, прежде чем пытаться это сделать. Драка была лишь камнем для проверки ножа. Он хотел проверить свое тело и свой нож, чтобы увидеть, сможет ли он выдержать яростные повреждения. Мадам Мэйцзи – мечта всех мужчин в море уничтожения. Почему она захотела быть с таким бесполезным молодым человеком с красивым лицом, как он? Я не вижу в этом парне ничего хорошего. Мэйцзи вызвала у Батума и Хусей на восторг. Они сами обратились к призрачному клану, чтобы установить хорошие отношения. Но, к большому удивлению, она выбрала этого мальчика в первом небе бессмертной сферы. Это действительно шокирует. Да, я не могу в это поверить. Может быть, мы что-то увидим в этой битве? Некоторые старики в третьем небе бессмертной сферы гладили бороду и с любопытством обсуждали. Я Датук из клана Дракона Наводнение, совершенствующий силу металла. Я Датук был вежливым и нежным. Увидев, что Шиянь идет к нему, он представился и сказал о своей силе. Шиянь после краткого ответа Шиянь заставил звездный свет кружиться вокруг его тела, как будто к нему прилетело много метеоров с неба. Все его тело было окутано прекрасным звездным светом, и он устремился к Датуку. Датук нахмурился и фыркнул. Действительно невежественный и грубый. Яркий металлический свет вырвался из макушки его головы. Внутри сияющего золотого нимба появилось множество металлического оружия, в том числе сабли, мечи, трезубцы, копья, молоты, челноки и иглы. Это острое оружие было похоже на ливень и заслонило звездный свет Шияня. Треск, хлоп, хлоп. Звяканье металлических предметов раздавались по телу Шияна. Искры разлетались повсюду. Сила металла в бесчисленных лезвиях была очень острой. Шияни остановились в 10 метрах от Датука. Все сосредоточились на нем. Они видели, как на него нападали сотни клинков. Его тело было похоже на самый прочный камень. Его одежда была прорезана, но его кожа сопротивлялась острым лезвием, которые издавали лязгающие звуки. Пока что парень не был ранен. Заостренные шипы торчали из его плеч, колен и локтей. В этот момент пара костяных крыльев разорвала его спину и развернулась. Его энергия хлынула, как море жизненной силы. Он был подобен вулкану, который спал миллиарды лет и теперь в мгновение ока выпустил весь свой свет и тепло. Перекрестный удар. Глаза Шияни стали малиновыми, как кровь. Жестокая энергия двигалась внутри его тела. Он усмехнулся и закричал. Призываю пространственную силу концепции. Две массивные космические сабли длиной около 100 метров выровнялись и образовали массивный крест. Сияющие лезвия соединились и, рассекая морскую воду на блоке, устремились к датуку. Острые сабли, ножи, молотки и золотые копья были раздавлены в порошок в мгновение ока. Массивные скрещенные сабли могли разрезать все так же легко, как будто перед ними были сухие ветки деревьев. Сабли были настолько острыми, что могли даже разрезать гору или разделить море и проложить путь прямо к датуку. Император Морская Акула был поражен. Он открыл рот, чтобы создать быстрый поток воды. Водное течение устремилось вперед и собралось перед массивными саблями. Затем водный поток рассеялся вместе с пространственной силой скрещенного оружия. Птой. В груди шея не бешено колотилось сердце. Из уголка его рта потекла струйка крови. Его глаза все еще были кроваво-красными, а его разум был потрясен. Когда появился пространственный крест, пространство разорвалось и образовалась пространственная щель. Как только эта щель появилась, ужасающее давление воды яростно захлестнуло и, в виде тысячи гор, обрушилось на шеяня. Все его тело болело, и он получил несколько порезов. Тем не менее, водное течение императора Морской Акулы избавило от опасной ситуации датука и залатало пространственные щели шеяня в мгновение ока. Парень был напуган. Не следует опрометчиво использовать пространственную энергию на морском дне. Император Морская Акула нахмурился. Он с удивлением посмотрел на шеяня, а затем махнул рукой. Датук, отойди. Ты ему не ровня. Хотя этот ребенок только в первом небе бессмертной сферы, он знает темную энергию. Его целостность тела настолько сильна, что даже я не могу увидеть его насквозь. Старейшина. Прошипел Датук. Отвали. Возразил Император Морская Акула. Датук больше ничего не сказал. Он неохотно вернулся в Хрустальный Дворец. Худзя. Воскликнул Император Морская Акула. Многие воины морского клана были поражены, услышав крик своего лидера. Они переключили свои взгляды на шеяня. Это был ребенок в первом небе бессмертной сферы. Почему их лидер так уважал его силу и решил вызвать такого сильного человека, как сэр Худзя? Из-за его спины вышел старик с пухлым лицом, его руки были спрятаны в рукавах. Старик прищурился. Он подошел к шеюню и слегка поклонился, чтобы поприветствовать его. Худзя. Третье небо бессмертной сферы. Совершенствую деревянную силу концепции. Неудивительно, что Мэйцзи выбрала тебя, кивнул Император Морская Акула. Он выглядел так, будто только что кое-что узнал. Ты в первом небе бессмертной сферы, но у тебя уже есть темная энергия. Твое закаленное тело меня тоже удивляет. Малыш, твое будущее совершенно непредсказуемо. Позволь напомнить тебе, не используй пространственную энергию для борьбы с Худзя. Ты уже знаешь, как пространственная энергия будет воздействовать на давление воды и в конечном итоге даст обратный эффект. Он повернулся к Худзя, задумался, а затем сказал. Не нападай на него слишком жестоко. Если он выживет на этот раз, он станет лучшим воином. Худзя уважительно кивнул. Понял. Он прикоснулся ко лбу. Из его лабеллы вылетел маленький росток. Вскоре после этого он вырос в небольшое деревце. Ветви этого маленького дерева расправились и поползли по Худзя. Они были похожи на странную расширяющуюся татуировку. Десятки секунд спустя Худзя исчез. На его месте появилось большое дерево. Дерево было пышным, с большими листьями и ветвями. Дерево затряслось, и упало много листьев. Эти листья были размером с ладонь с множеством волшебных сложных линий. Они несли сущность смертоносной формации деревянной силу концепции. Поплыв по воде, они направились к шиеню. Листок коснулся плеча парня, и боль мгновенно захлестнула его мозг. Бум. На его плече сломался костяной шип. Он не мог не смотреть на растущее дерево. Третье небо бессмертной сферы действительно жестокое. Ты все еще можешь говорить, это потрясающе. Ты на две сферы ниже меня. Это чудо, что ты можешь стоять на месте. Голос Худзя раздался из-за большого дерева. Будущий территориальный предок, я хочу увидеть сверхъестественную силу темной энергии. Пожалуйста, покажи мне. Глава 1454. Кровопролитие на морском дне. Гигантское дерево, которое возвышалось над всеми, с большими листьями и ветвями, продолжало разрастаться. Постепенно дерево стало более внушительным, чем стеклянный дворец императора морской акулы позади. На первый взгляд казалось, что в этом мире есть только это дерево, а эта морская область была скрыта под ним. Когда гигантское дерево тряслось, зеленые листья разлетались. Сложная и тонкая текстура на листьях размером с ладонь выглядела как загадочная формация. Листья летели, как косяк плавающих рыб, медленно приближающихся с острыми, рвущими аурами. От кожи Ши-Яня поступала слабая боль. Бум. На его плече взорвался еще один шип. Боль захлестнула его. Ши-Янь вздрогнул и не мог не закричать. Полосы подобного радуги звездного света вспыхнули и собрались у тела Ши-Яня. Он выглядел так, будто на него намоталось множество цепей. Одежда на его верхней части тела разлетелась на мелкие кусочки. Показалось его крепкое тело, твердое, как золото или сталь. Бум-бум-бум-бум. Листья собирались вокруг его тела, засияло множество формаций. Волшебным образом они начали сливаться друг с другом. Вскоре листья образовали массивную формацию, из которой стали появляться лозы, напоминающие скользящих змей. Свуш. 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 Лозы были покрыты острыми шипами, которые хлистали, как драконы. Сквозь бурлящую воду они бросились к плечу Ши-Яна. Бум. Звездный свет озарил его тело. После одного попадания лоз в бурлящую воду защита от звездного света на его теле потускнела. Голос Худзиа послышался от большого дерева. Отдай нам башню символов силы концепции и оригинальный символ абсолютного начала. Хотя ты имеешь темную энергию, твой уровень недостаточно велик, чтобы ее использовать. Ты мне неравный противник. Высокое дерево странно покачивалось на морском дне. Когда качнулись тысячи ветвей, упало бесчисленное количество листьев. Они выглядели так, как будто множество духов бросилось атаковать Ши-Яня. Все время появлялись новые листья и образовывали новые формации. Злые, похожие на змей лозы хлистали и хлистали Ши-Яня. Бум. 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 Тело парня было окровавленным, поскольку шипы на его плечах, локтях и коленях постоянно ломались. Его внешний вид был действительно жалким. Ши-Янь. Если ты ничего не можешь с этим сделать, просто уступи. Ты только в первом небе бессмертной сферы. Достаточно того, что ты победил Датука. Не заставляй себя. Мэйдзи почувствовала, как у нее заболело сердце. Она не могла не плакать, и в ее светлых глазах отображалась печаль. Старейшина. Наверное, мы должны уничтожить этого человека, сказал старик на пике бессмертной сферы. Он прятался в массивном панцире за императором морской акулой, его голос был низким и тихим. Он выглядел очень встревоженным. Привлекая внимание императора морской акулы, он продолжил низким голосом. Его тело не разрушается под воздействием Худзиа. У него есть темная энергия. Если он не умрет на этот раз, в будущем он достигнет уровня территориального предка. Тогда он станет героем. Император морская акула нахмурил брови. Продолжай. Если мы сегодня отберем башню символов силы концепции и оригинальный символ абсолютного начала, он будет злиться на нас с его врожденными талантами и способностями. Он станет устрашающим. Даже без оригинального символа абсолютного начала, старик выглядел серьезным и осторожным. Если мы позволим ему уйти живым, разве это будет отличаться от того, что мы отпустили страшного тигра обратно в лес? Мы не должны оставлять страшное семя, верно? Если бы у Шияня был обычный уровень и он обладал обычными способностями, этот старик никогда бы не предложил такое. Если бы он был всего лишь маленьким воином без шанса достичь уровня территориального предка, даже если бы они отпустили его, он не стал бы для них угрозой. Однако талантливое выступление Шияня заставило его волноваться. Это дикий детеныш, который может стать необычайно жестоким зверем. Если мы хотим захватить башню символов силы концепции, я предлагаю сделать это решительно. Мы лучше обидим призрачный клан, чем позволим ему выжить. Мы должны исключить любую возможность потенциально разрушительной угрозы, заключил старик. Император Морская Акула промолчал. Старейшина, спросил старик. Я понимаю это. Просто продолжай смотреть на него. Не знаю, почему я кого-то в нем вижу, равнодушно сказал Император Морская Акула. Старик, прячущийся в раковине, сосредоточился на Шияне, когда услышал, что ему сказали. Сначала он был сбит с толку, но через некоторое время вздрогнул, как будто только что что-то вспомнил. Его глаза загорелись, как будто он только что нашел новый континент. Его раковина задрожала. Я обнаружил похожие черты после того, как вы это сказали, сэр. Этот взгляд, аура и его ориентация ага. Они действительно похожи. Воскликнул старик. Продолжай смотреть. Император Морская Акула напомнил ему. Старик выглядел взволнованным. Он был взволнован, непрерывно кивал и больше ничего не говорил. Он был близок к Императору Морской Акулы, а также был известным членом морского клана. Он мог даже называть братом Императора Морской Акулы. Однако остальные не могли понять их разговор. Но Мэйцзи его понимала. Она была мудрой женщиной и знала старика, прячущегося в раковине. Она видела, как он взял себя в руки, его глаза были суровыми и холодными. Мэйцзи была достаточно чувствительной, чтобы распознать неправильную ситуацию. Она могла видеть, как этот старик подстрекает другого. Женщина стала раздражительной, потому что знала, какой хаос может создать Ши Янь, когда проявит свои удивительные способности. Она была встревожена, когда увидела Ши Яня с множеством ран. Ее душа беспокойно дрожала, и Мэйцзи пыталась найти решение. Недалеко от них в морской воде парил шар молния. Он вспыхнул, как глаз. Фактически, это и был глаз. Если бы кто-то смог полностью увидеть эту морскую зону, он бы обнаружил подобные шары размером с череп через каждые 100 миль. Многим воинам из разных сил приходилось склоняться и отступать, когда они сталкивались с этими шарами-молниями. Перед уходом они также раскрывали свою личность шарам-молниям. Это происходило потому, что они знали, что эти шары-молнии были молниеносными глазами Феррелла. Они знали, что Феррелл использовал их, чтобы наблюдать за ситуацией повсюду. Шары сообщали о волнениях в море сознания. В этот момент шар-молния долго парил в этой области, медленно передавая струйку ауры битвы между Худзя и Ши Яним. В углу на морском дне Феррелл сидел, скрестив ноги, на спине огромной морской черепахи. Он внезапно открыл глаза, его лицо изменилось. Он пробормотал себе под нос. Аура Худзя, подчиненный императора морской акулы. На какое-то время он прочувствовал ситуацию. Затем шар-молния, который только что сообщил ему данные, начал вращаться и украдкой двигаться к хрустальному дворцу императора морской акулы. Грохот, грохот, стометровые лозы, похожие на змеиные хвосты, хлестали тело Ши Яня. Его тело грохотало, как барабанный бой, с волнами взрывов. После каждого взрыва его кожа трескалась и кровоточила. Эти порезы были настолько глубокими, что люди смутно могли видеть его вены и кости. Глаза Мэйдзи наполнились слезами. Она больше не могла оставаться терпеливой и закричала. Отдай им башню символов силы концепции. Это глупое сражение. Ваши уровни слишком далеки друг от друга. Ты ему не пара. Император Морская Акула и члены морского клана смотрели на все с холодными лицами. Они стояли внутри хрустального дворца и молчали. Все море молчало. Все члены морского клана, включая датука и старика внутри раковины, восхищались и ценили Ши Яня за его твердую волю. Первое небо бессмертной сферы сражалось против третьего неба бессмертной сферы. Это была вторая подобная битва за долгую историю морской области небытия. В первой победил воин с низшей сферой. Один использовал божественное оружие абсолютного начала, а другой воспользовался шансом, когда эксперт в третьем небе бессмертной сферы прорвался на следующий уровень и устроил засаду. Он разрушил свое тело и использовал свой духовный алтарь, чтобы добиться успеха. После этого его духовный алтарь начал трескаться, и он умер через сто дней. На самом деле, члены морского клана и Мэйдзи думали, что, несмотря на его темную энергию и его крепкое тело, у него нет шансов на победу. Они просто хотели знать, как долго Ши Янь сможет продержаться. То, что сделал Ши Янь, явно превзошло их ожидания. Они были удивлены и обеспокоены тем, что парень до сих пор мог сопротивляться, хотя уже долгое время казалось, что его тело вот-вот будет уничтожено. В твоем упорстве нет никакого смысла. Ты знаешь, что потерпишь неудачу, но продолжаешь. Знаешь, это не мудрый шаг, голос Худзя был низким и холодным. Его высокое дерево находилось над головой Ши Яня. Хотя другие не могли его видеть, его аура заполнила каждый уголок этой морской области. В тени дерева тело Ши Яня было полно порезов и ран. Волшебным образом ни одна капля крови не упала. Полосы кружащегося звездного света пытались предотвратить ухудшение его ран. Однако их было недостаточно, чтобы защитить его тело. После того, как лоза ударила его, звездный свет взорвался, и на теле Ши Яня появился глубокий порез. Плач Мэйцзи и холодные насмешки Худзя звучали непрерывно. Ши Янь напряг свое тело, как зверь, стоящий перед смертью. Он поднял голову и посмотрел на дерево. Кровь текла от его шеи к груди. В его ладони появился кровавый меч. Как только появился кровавый меч, он воткнул его себе в живот, как будто полностью потерял рассудок. Люди даже не видели, что произошло. Когда остальные были поражены ужасом. Из-за кровавленного меча, воткнутого в его живот, вырвалась невероятно безжалостная взрывная аура. Он медленно вытащил кровавленный меч. Глаза на мече открылись. В этот момент они были такими же эксцентричными и жестокими, как его собственные глаза. Он посмотрел на Мэйцзи и послышался его удивительно спокойный голос. Я терпел долгое время, и у меня появились глубокие порезы. Ни одна кость не треснула. Теперь я знаю, что мое тело может выдержать отдачу. У нас есть шанс на успех. Глава 1455. Жестокое восстание. Худзиа был действительно силен. Он взял верх с самого начала и был очень подавляющим. До этого момента Худзиа еще не показал всего, что у него было. Он не использовал свою максимальную мощь. Но нельзя сказать, что Ши Янь был слишком слаб. Ши Янь использовал звездную силу только в защитном режиме. Он ни разу не ударил. Фактически, он проверял прочность своего тела. И теперь он узнал свой результат. Используя лучшие защитные приемы, которые он мог использовать, парень мог противостоять как минимум 70% атак эксперта в третьем небе бессмертной сферы. При этом, его тело будет оставаться целым. Этого было достаточно. Когда он вытащил окровавленный меч из живота и странные глаза на мече открылись, он нашел свою цель. Юноша собирался проигнорировать эту запутанную битву и использовать острую пространственную энергию, чтобы разорвать пространство. Воспользовавшись шансом, когда пространство на морском дне вот-вот взорвется, они смогут спасти свои жизни, просто сбежав. Этот план был четким и логичным. Шиянь понимал, что даже если он использует всю свою силу, он сможет сразиться только с Худзиа. Кроме того, помимо Худзиа, в третьем небе бессмертной сферы было как минимум три эксперта морского клана. Старик, прячущийся в ракушке, находился на пике бессмертной сферы. Император Морская Акула. Для них победа была бы просто фантастической историей. Лучшим выбором было вырваться из этой осады. Он поднял окровавленный меч, и жестокая, кровавая аура меча была чрезвычайно густой. Остальные не знали, о чем он думал, но Мэйцзи сразу это поняла. Она посмотрела на Шияня и его окровавленное тело, она выглядела расстроенной. Ты действительно хочешь попробовать? Я уверен примерно на 30%, ответил Шиянь. Хорошо. Прошипела Мэйцзи. Огромный снежный лотос был вызван из ее груди энергии и ее души. Снежный лотос нес холодный свет. Он создавал лед на своем пути ледник, который устремился в сторону императора Морской Акулы. Лотос нес в себе энергию ее души. Снежный лотос засверкал. Когда он собирался достичь императора Морской Акулы, он стал частично видимым и вспыхнул. Какая мощная холодная энергия. Это темная энергия. У Мэйцзи наконец-то появилась темная энергия. Призрачный клан скоро получит еще одного территориального предка. Множество членов морского клана не могли не закричать от удивления. Почти в то же время глаза императора Морской Акулы заблестели. Старик в ракушке позади него тоже был потрясен. Его панцирь странно затрясся. Но они не смотрели на Мэйцзи. Хотя ледяной лотос девушки собирался коснуться Хрустального Дворца, в то время как другие наблюдали за ней ее темной энергией, император Морская Акула и старик все еще смотрели на Шияня с удивлением. Они наблюдали за Шиянем. В этот момент парень вытащил из своего тела окровавленный меч. Кровавый свет медленно собирался на острие меча. Его мысли изменились, и его аура изменилась соответственно. Холодная смертельная аура стала заполнять это место. Окровавленный меч теперь превратился в косу смерти, которая собирала всю жизненную силу вокруг себя. Как ни странно, лозы начали увидать и сохнуть, как будто питательные вещества были высосаны изнутри. Это была поразительная объединенная мощь силы смерти и пожирающая сила концепции. На десятках виноградных лоз все еще была кровь Шияня после того, как он отрезал их. В этот момент они были похожи на змей, у которых не было плоти и крови, и осталась лишь неестественно сухая кожа. Худзя внезапно вскрикнул. Гигантское дерево сильно затряслось. Множество листьев разлетелось вокруг, а затем все устремились к Шияню. Парень повернул кровавый меч, кровь стекала по углам его глаз. Он злобно ухмыльнулся. Худзя, если я использую все возможное, чтобы сражаться с тобой, я не уверен, что проиграю. Затем из его тела с ворчанием вырвалась волна огромной жизненной силы, которая могла потрясти души людей. В этот момент из Шияня внезапно стал излучаться волшебный свет. Его окружение стало холодным и изолированным. Казалось, что от кровавого меча исходит густой вкус смерти, напоминая короля ада, способного привести все существа в аду в отчаяние. Однако жизненная сила его странным образом нарастала. Две противоположные силы концепции выплескивались одновременно. На его божественном теле было полно порезов. Но когда люди стали смотреть на него, они увидели, как его раны заживали со скоростью, которую можно было наблюдать. Невооруженным глазом его вены и волокна плоти срастались. Раны быстро исчезали. Капли крови на порезах, будто оживали и возвращались в его тело. Сломанные шипы на его плечах, локтях и коленях восстанавливались. В холодном свете они выглядели еще острее и еще больше сверкали. Бум-бум. Оригинальный символ абсолютного начала сильно пульсировал, как второе сердце в центре сферы. Он олицетворял жизненную силу концепции на уровне других сил концепции на его духовном алтаре. Он выпустил рябь огромной жизненной энергии, которая исцелила его быстрее, чем парень мог представить. Через несколько десятков секунд все порезы на его теле исчезли. Его обнаженный торс был наполнен взрывной энергией. Множество кровоточащих глаз открылось на мече. Бесконечная, безжалостная и отчаянная аура наслоилась и создала море крови, которая хлынула в каждое море сознания. Все повернулись к шеюню. Их глаза вспыхнули кроваво-красным светом. Казалось, они видели дьяволов отчаяния, дикости, негодования и страха. Кровавый меч развернулся и попытался разорвать пространство, чтобы создать реку пространства под морем, которую Шиянь мог использовать, чтобы сбежать из этой области. Воины морского клана побледнели от страха. Они были в панике из-за внезапного изменения Шияня. Ага, вот и все. Император Морская Акула прищурился. В его глазах вспыхнул странный божественный свет. Он даже не взглянул на Мэйцзи, а просто поднял руку, чтобы схватить пустоту. Ледяной лотос, созданный Мэйцзи, был покрыт морской водой. В этот же момент образовалась замерзшая морская зона. Это мой морской район и моя территория. Я совершенствую силу воды концепции. В этом месте, не говоря уже о том факте, что ты еще не достигла уровня территориального предка, но даже если бы достигла, ты и правда думаешь, что сможете победить меня под водой. Император Морская Акула говорил равнодушно. Его глаза странно смотрели на Шияня. Треск. Треск. Из острия меча появился кровавый луч с пространственной энергией, который пытался разорвать воду. Острая аура пугала экспертов. Они инстинктивно стали ее избегать. Ветви дерева Худзя были отрезаны, и он кричал от боли. Не стоит уходить. Император Морская Акула подошел к Шияню и посмотрел в его кровавые глаза, а затем покачал головой. Не продолжай. Если опрометчиво использовать пространственную энергию, напор воды сильно навредит тебе. Сильно пострадать все же лучше, чем умереть здесь, ухмыльнулся Шиянь. Если я сегодня не совершу сумасшедший поступок, то я почти уверен, что похороню здесь свое тело. У меня просто нет выбора. Даже если мне придется взболтать все морское дно моря уничтожения и заставить измениться пространство, я должен убираться отсюда. Убираться? Вдруг издалека послышался холодный голос. После вспышки появился Феррел и встал рядом с Императором Морской Акулой. Под моим взглядом, как ты выберешься отсюда? Он повернулся и улыбнулся Императору Морской Акуле. Я договорился с кланом древних монстров лишить этого ребенка жизни. После того, как я его убью, мы поговорим о том, как поделиться башней символов силы концепции и оригинальным символом абсолютного начала. Что скажешь? Глаза Императора Морской Акулы блеснули. Он нахмурился, но не ответил. Феррел усмехнулся и сказал Мэйдзи. Ты должна уже знать, что главный остров призрачного клана в море уничтожения был разрушен. Я убил их всех. Ты и этот ребенок убили много людей, которых вам не следовало убивать. Призрачный клан не сможет защитить тебя. Мэйдзи была возмущена. Феррел, пока я жива, я обещаю, что однажды лично разорву твой духовный алтарь. Правда? Пожал плечами Феррел. Что ж, тогда у меня нет выбора. У тебя есть темная энергия. Чтобы предотвратить такой неожиданный инцидент, мне придется тебя убить. Тогда у призрачного клана не появится второго территориального предка. Он улыбнулся и повернулся к стоящему рядом Императору Морской Акуле. Я возьму на себя ответственность за убийство Мэйдзи. Я знаю, что ты не такой, как я. Ты не совершенствуешься в одиночку. У тебя есть свои заботы. Эта ситуация может связать тебе руки. Поэтому оставь все мне. Я приму на себя гнев призрачного клана. Как только Феррел прибыл, он взял под контроль ситуацию, что разозлило толпу морского клана. Поскольку он был экспертом уровня территориального предка, он имел обыкновение связываться с Императором Морской Акулой на морском дне. Их можно было считать соперниками. Однако настоящей битвы у них еще не было, так как у всех были свои заботы. Сегодня, когда у них была одна и та же цель, Феррел подумал, что Император Морская Акула не будет вмешиваться в его дела. Я не могу забрать башню символов силы концепции и оригинальный символ абсолютного начала. Ты тоже не можешь. Нам нужно дождаться решения других. Феррел улыбнулся. На самом деле, он не собирался рассматривал ничьи идеи. Ладно, ты уже очень постарался здесь. Я позабочусь об остальном. Затем он подошел к Ши-Яню и намеренно сказал. Малыш, твоя жизнь оказалась короткой. Поскольку ты обидел множество людей в море уничтожения, никто не сможет тебя защитить. Прими свою судьбу. Когда Ши-Яню видел Феррелла, его лицо резко изменилось и на нем отобразилось отчаяние. У него было всего 30% на удачный побег от Императора Морской Акулой, но с Ферреллом у него не было даже надежды. Видя, что Феррелл намеревается убить и его, и Мэйдзи, ему не нужно было проверять, действительно ли он это сделает. Парень должен был испробовать все, что мог. Ему нужно было узнать, сможет ли он разорвать здесь пространство. В безвыходной ситуации ему пришлось сохранить свою надежду и свой дух. Он должен был рискнуть своей жизнью. Треск, треск, треск. Вспыхнул кровавый свет и разделил морскую воду. Открылась пространственная щель размером с массивную пасть гигантского зверя. Нет, это не нормально, Император Морская Акула покачал головой. Между шиенем и Ферреллом возник поток. Через мгновение появился синий свет и полностью уничтожил эту трещину. Император Морская Акула, я же сказал, чтобы ты не вмешивался. Зачем ты тратишь свою силу? Ферреллу было смешно. Я могу сам это сделать. Эй, ты, ты. Внезапно закричал мужчина. Через мгновение его живот покрылся ранами, из которых потекла кровь. В него вонзилось множество светящихся водяных стел. Его грудь была пробита. Из его рукавов стали появляться молнии, которые пытались уничтожить водяные стрелы. Вскоре после этого вся морская территория выглядела как конец света. Грозные, смертоносные энергии расцветали и взрывались. Шиени Мэйцзи были ошарашены. Члены морского клана потеряли дар речи, недоуменно глядя на своего императора Морскую Акулу. Только старик, прятавшийся внутри ракушки, выглядел нормально. Его тень двинулась, и он снова появился позади Феррелла. Огненно пылающая жидкость скатилась из его глаз и прилипла к талии Феррелла. Соберитесь вместе и атакуйте Феррелла. Внезапно крикнул император Морская Акула. Члены морского клана не знали причины, но они откликнулись на его призыв. Различные энергии и техники расцвели и обрушились на Феррелла. Император Морская Акула. Какого черта ты делаешь? Ты хочешь забрать себе башню символов силы концепции и оригинальный символ абсолютного начала? Думаешь, сможешь это все поглотить? Прогремел Феррелл. Шиянь Мэйцзи. Быстро убегайте. Не останавливайтесь. Измените свой маршрут. Крикнул император Морская Акула. Глава 1456. Это воля небес. Феррелл парил в глубоком море. Множество энергетических атак, световые завесы, ледяные горы и шипы обрушивались на него. Несколько тысяч молний неистово закружились вокруг него. Морское дно вот-вот могло расколоться. Миллиарды водяных стрел образовали длинную непрекращающуюся реку. Казалось, что она образовалась вокруг Феррелла. Мужчина был поражен и сбит с толку. Он был так удивлен, поскольку не знал, почему император Морская Акула так поступил. До сих пор император Морская Акула всегда обладала здравым смыслом. Он редко оскорблял членов семи кланов. Кроме того, он удерживал своих воинов, чтобы они не конфликтовали с другими. В море уничтожения было три великих эксперта, включая императора Морскую Акулу, Феррелла и Рикарда. Среди них самым скромным был император Морская Акула. Он редко выходил на поверхность моря и не таил злобу на семь кланов. Многие считали его скромность признаком слабости. Поскольку император Морская Акула всегда был со своими воинами, эксперты моря уничтожения считали, что он слабее Феррелла и Рикарда. Спустя долгое время Феррелл стал считать, что император Морская Акула не осмеливается встретиться с ним напрямую. Это также было причиной того, как он поступил после прибытия. Он вел себя слишком высокомерно. Он думал, что знает императора Морскую Акулу и что тот согласится с его предложением не оскорблять призрачный клан. Таким образом, он активно атаковал Шейня. Мужчина не мог даже предположить, что император Морская Акула, который всегда был умеренным и часто решал уступить, сегодня внезапно разозлиться. Император Морская Акула. Ты думаешь, что достаточно силен, чтобы поглотить башню символов силы концепции в одиночку? Феррелл был уверен, что башня символов силы концепции была целью императора Морской Акулы. Он ухмыльнулся. Не говоря уже о тебе, я знаю, что даже мне не следует мечтать о том, чтобы захватить башню символов силы концепции, ведь за ситуацией пристально следят семь кланов. Не думай об этом. Император Морская Акула молчал-плыл. Позади него был темно-синий водный мир. Миллиарды водных потоков из непрекращающихся стрел обстреливали Феррелла. Взорвались бесчисленные шары молнии, когда Феррелл столкнулся с атаками императора Морской Акулы. Ему пришлось одновременно иметь дело еще и с могущественными подчиненными императора Морской Акулы. Почему бы тебе не уйти? Прошипел император Морская Акула. Шияни Мэйцзи все еще были озадачены, наблюдая за битвой. Они наблюдали, как ситуация перевернулась в мгновение ока, и были в полном замешательстве. Что происходит? Они не знали, почему император Морская Акула хотел защитить их, ведь он только что попытался заставить их передать башню символов силы концепции и оригинальный символ абсолютного начала. Отношение императора Морской Акулы изменилось мгновенно. Он устроил засаду на Феррелла. Шияни Мэйцзи удивленно таращились, однако они считали, что император Морская Акула преследовал какую-то другую цель. Почему? Мэйцзи была озадачена. Насколько я знаю, ты не дружишь с людьми из моего призрачного клана. Призрачный клан? Император Морская Акула засмеялся. Это не имеет ничего общего с призрачным кланом. М. Император Морская Акула посмотрел на Шияня, и на его лице было странное выражение из-за него. Но я не встречал тебя раньше. Сегодня мы впервые встретились, верно? Спросил Шиянь. Он был уверен, что никогда раньше не встречал императора Морскую Акулу. Сегодня они встретились впервые. Ты впервые встретился со мной. Но твой учитель он когда-нибудь упоминал обо мне? В глазах императора Морской Акулы появилась легкая грусть. О, да, с его положением и дальновидностью он бы не подумал, что я имею значение. Но я думаю, он не ожидал, что я тоже доберусь до уровня территориального предка. Мой учитель Шиянь был поражен. Твой внешний вид, твоя сила концепции и твоя аура говорят мне, что ты его ученик. Фыркнул Император Морская Акула. Ты имеешь в виду кровожадного, не так ли? Шиянь был шокирован. Ага, если не его, то кто еще? Император Морская Акула горько улыбнулся, как будто не хотел упоминать этого персонажа. Уходите. Я помогу остановить Феррелла. Я протяну тебе руку помощи. Просто считай, что я вернул ему то, что был ему должен. Снова кровожадный. Шиянь был потрясен. Он мысленно закричал, нахмурился, но ничего не сказал. Мэльцзи все поняла. После того, как она обнаружила, что Император Морская Акула повернул свое копье из-за Учителя Шияня, она заставила себя улыбнуться, а затем сказала, сможем ли мы объединиться и убить Феррелла? Иначе, когда мы уйдем, как ты сможешь справиться с гневом пяти кланов? Шиянь повернулся и посмотрел на Императора Морскую Акулу. Пока Император Морская Акула разговаривал с ними, водяная завеса на водной территории позади него создавала десятки тысяч водных преград, чтобы осушить и запечатать Феррелла вместе с атаками его подчиненных. У Феррелла не было свободных рук, чтобы с ними связываться. Я нахожусь на уровне территориального предка. На меня напасть нелегко. У Императора Морской Акулы было высокомерное лицо. Но если вы останетесь, то ничего не сможете сделать с Ферреллом, потому что те, кто достиг уровня территориального предка не те воины, с которыми вы сможете сражаться. Таким образом, вместо того, чтобы оставаться здесь и быть пойманным пятью кланами позже, вам лучше уйти сейчас. Мэльцзи успокоилась. Шиянь задумался на несколько секунд, стиснул зубы, а затем сказал, мы еще встретимся. Больше он не стал ждать. Парень потянул девушку за руку и превратился в полосу звездного света, направляясь ко входу в пустынную территорию. Он достоин быть твоим учеником, кивнул Император Морская Акула и взял себя в руки. После этого он громко заявил, мы должны объединить усилия и задержать Феррелла, оставив его здесь на три дня. После этого вы, ребята, должны рассредоточиться и жить в своих секретных областях на морском дне моря уничтожения. Помните, что нельзя выходить на поверхность моря. Старейшина. 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 Почему? Члены морского клана в Хрустальном Дворце были в панике. Феррелл и клан древних монстров имеют близкие отношения. Нептун из клана души не пощадит меня, если я позволю ему идти сейчас. Члены других трех кланов тоже придут ко мне. Я не смогу жить спокойно. Я на время покину море уничтожения. Когда я стану достаточно сильным, я вернусь. Император Морская Акула вздохнул. Вы мои подчиненные. Пять кланов не будут вас преследовать. Пока вы будете прятаться на этом морском дне, у них не хватит силы, чтобы выследить вас. Когда я стану достаточно сильным, чтобы противостоять пяти кланам, я найду вас и Хрустальный Дворец. Почему, Старейшина, почему ты должен им помогать? Появился Худзиаса задаченным и горьким лицом. Я был должен человеку своей жизнью. Он помог мне достичь уровня территориального предка. Император Морская Акула усмехнулся. Я планировал остаться на морском дне, чтобы помочь ему найти следы абсолютного начала. Неожиданно я встретил его ученика. Это воля небес. Я должен помочь его ученику решить проблему. С торжественным лицом он прошипел. Просто сделайте это. Вы, ребята, уйдете через три дня. Оставайтесь в уединении. С этого момента я больше вами не командую. Мне просто нужно, чтобы вы хорошо жили. Старейшина. 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 Просто сделайте, как я сказал. Не говорите ерунды. Решительно крикнул император Морская Акула. Внутри водной территории и позади него миллиарды водных завес создали огромный барьер и запечатали территорию молнии Феррелла. Водяные завесы не затронули воинов морского клана. Они непрерывно атаковали и бомбардировали Феррелла, беспокоя его. Время летело быстро. Три дня пролетели в мгновение ока. Члены морского клана были истощены после трех дней атак подряд. Все они были ослаблены до определенного уровня. Поскольку император Морская Акула хорошо понимал своих подчиненных, он знал, что они могут сопротивляться всего три дня. Через три дня послышался его голос. Худзя, да тук. Вы, ребята, будете управлять Хрустальным Дворцом. Остальные, разбегайтесь и прячьтесь в своих секретных областях в море уничтожения. Вы также должны уведомить других, кто еще не знает об этом инциденте. Старейшина, старейшина, хватит болтать. Я принял решение. Уходите. Многие члены морского клана выглядели опечаленными. Они ушли, как сказал им император Морская Акула. Худзя и да тук активировали Хрустальный Дворец. Они пообещали защищать его и дождаться возвращения императора Морской Акулы. Вскоре в этом месте остались только император Морская Акула и старик в ракушке. Шэнь-жэнь, я хочу, чтобы ты ушел с ними. Теперь император Морская Акула перестал нападать на Феррелла. Но все же Феррелл еще находился в ловушке во многих слоях воды. Он использовал свою силу молнии, чтобы атаковать слои воды и избавиться от них. Остальные этого не знают, но я уверен, что ты знаешь. Сражаясь на морском дне, Феррелл и Рикардо мне не равны. Я живу здесь и совершенствую силу воды. Этот морской район, моя естественная опора. Старик морского клана в ракушке только захихикал. Конечно, я знаю это. Если ты захочешь сражаться, то Феррелл и Рикардо потерпят поражение. Я также знаю, что после того, как я уйду, Феррелл не будет твоим соперником. Но что, если Нептун и Рикардо прибудут сюда? Глаза императора Морской Акулы были безмятежными. Ты еще не достиг уровня территориального предка. Даже если ты останешься, ты не сможешь мне помочь. Я останусь, чтобы напомнить тебе, когда нужно будет уходить. Я знаю, что даже если придут Нептун и Рикардо, и ты захочешь уйти, ты сможешь сделать это в любую минуту. Я просто боюсь, что ты снова притворишься дураком, сказал Шэньчжэнь. Ты сопровождал меня много лет. Ты должен знать, что я не тот, кем был раньше. Я был вспыльчив, как гром. Мне нравилось сражаться без всяких рассуждений. Я не знал, что значит сдаваться. Но теперь я терпелив и тонок. Я изменил свои привычки. Я знаю, что жизнь важнее репутации. Я знаю, когда бежать, улыбнулся император Морская Акула. Тем не менее, я должен увидеть, как ты уйдешь, настаивал Шэньчжэнь. Император Морская Акула был удивлен. Немного подумав, он неохотно кивнул, в его глазах снова вспыхнула печаль. Его больше нет. Когда он вернулся, то сказал, что если мы увидим его преемника, это значит, что он уже ушел. Я не могу поверить, что такой персонаж, как он, мертв. Ты достиг высокого уровня, поэтому он и пришел. Когда мы встретили его в море в том году, мы были как раз в сфере зарождающегося Бога. Тогда мы были бесполезны. Мы столько лет обыскивали это морское дно, но ничего не получили. Удивительно, что его ученик получил все. Вздохнул Шэньчжэнь. Это воля небес, спокойно сказал император Морская Акула. Глава 1457. Сияние разбитой звезды. На морском дне валялось множество больших обломков. Они выглядели древними, как будто были здесь миллиарды лет. Эти большие камни были разных форм. Некоторые были похожи на скалу, а некоторые даже на палаш. Было очевидно, что многие из них были разрезаны острыми лезвиями, так как поверхность разреза была плоской и гладкой. Эти камни были разбросаны повсюду в этом районе моря. Однако на самом деле эти камни были разбитыми звездами. Много лет назад над морем уничтожения произошла жестокая война. Парящие осколки сломанных звезд над поверхностью моря взорвались и опустились на морское дно. Мэйцзи стояла на камне в виде ромба и красиво улыбалась, как очаровательное божество. Эта война должна быть была очень ожесточенной. Вот почему здесь много осколков разбитых звезд. Во всяком случае, это не редкость или странность. Недалеко от нее Шиянь выглядел задумчивым, стоя на камне в форме меча. Шиянь и Мэйцзи двигались со скоростью молнии, пока не достигли этого морского района с таким количеством камней. Парень внезапно замедлился и отделился от девушки. Он метался между осколками. Иногда он поднимал руку, чтобы погладить эти странные камни. Это обеспокоило Мэйцзи. Она не знала, как Шиянь мог так расслабиться в этот критический момент. Несмотря ни на что, у него было настроение рассматривать эти разбитые звезды. Дай мне немного времени. Шиянь подал ей знак замолчать, двигаясь вокруг разбитых звезд. Скалы здесь были разноцветными. Некоторые из них были гладкими, как зеркало, в то время как другие были грубыми и жесткими. Постепенно он закрыл глаза, его сознание души распространилось, как паутина, которая двигалась между камнями. Как только он прибыл сюда, в его голове возникло волшебное чувство. Его звездная сила концепции стала более активной. Казалось, что-то действительно чудесное скрывалось где-то в области, заполненной осколками разбитых звезд. Сознание души расширилось и образовало массивную сеть, окутывающую скалы. Через некоторое время его глаза открылись, и его зрачки странно заблестели. Частичка его сознания души сообщила о слабой ауре от осколка разбитой звезды. Эта аура была чрезвычайно волшебной. Казалось, что в нем есть какая-то энергия души. Шиянь был тронут. Он превратился в струю звездного света, и остановился у осколка сломанной звезды. Эта скала была в несколько десятков метров высотой и выглядела коричнево-серой. Он протянул руку и положил руку на камень. Успокоив свой разум, юноша ощутил и направил звездную энергию в скалу. Бум! Коричнево-серая сломанная звезда стала ослепительной, когда в нее вошла его звездная энергия. Яркий звездный свет походил на холодный острый меч или яркую звезду в бархатной ночи. Мэй Цзи внезапно увидела ослепительный свет издалека. Она была сбита с толку, когда бросилась вперед. Ее прекрасные глаза сияли, когда она стояла на другой звезде и смотрела. В этот момент Шиянь касался камня, излучающего звездный свет. Его лицо было сосредоточено, но в глазах было видно удивление. Этот кусок разбитой звезды имел слабую ауру. Эта аура принадлежала этой скале. Когда юноша увеличил направляемую силу, кое-что произошло. В его голове возникла сцена. Десятки тысяч лет назад эксперт по совершенствованию звездной силы концепции использовал свою энергию, чтобы управлять звездами над морем уничтожения. В результате, множество звезд были стимулированы и получили сознание, после чего они могли активно искать врагов для атаки. У силы концепции был дух. Энергия, которую направил эксперт, приняла дух и превратила его в часть духа этого эксперта. Это продвинуло возможности сил концепции на чрезвычайно глубокий уровень. Спустя десятки тысяч лет сознание силы концепции, которая управляла разбитыми звездами, так и не угасла. Поскольку Ши Янь также совершенствовал звездную силу концепции, он смог активировать что-то странное в камне, чтобы увидеть оставшуюся энергию. Вот почему скала могла какое-то время излучать звездный свет. Ослепительный свет от камня погас, и он вернулся в свое нормальное состояние после того, как звездная энергия была израсходована. Частичка сознания души, спрятанная внутри скалы, исчезла, но Ши Янь все еще прикасался к камню, и его глаза сияли. У силы концепции есть свой дух. Ши Янь почувствовал, как в него ударила молния. В то время как его мысли изменились, звездный свет вырвался из его десяти пальцев. Десять струй звездного света вращались и двигались, как десять призрачных змей. Отпечаток духа. Десять частичек души из его души вошли в десять струй звездного света. Как только они ускользнули от его пальцев, он потерял связь. Вспыхнули десять звездных огней. Ши Янь перестал использовать сознание души, чтобы контролировать их. Связь между Ши Янем и струями звездного света была прервана. Десять струй звездного света двигались по прямой. Они обстреляли осколок разбитой звезды далеко от него. О, это нехорошо. Ши Янь покачал головой. Если в его силе концепции был дух, то после того, как засветился звездный свет, ему не нужно было использовать сознание души, чтобы направлять их. Они могли атаковать цель или изменять траекторию самостоятельно. Значит, не в правильном направлении. Бормоча себе под нос, он изменил свою технику. Пока он бормотал, из его указательного пальца левой руки вырвалась еще одна струя звездного света. С новым восприятием звездной силы концепции, он использовал душу, чтобы ощутить галактику на своем уровне. Парень создал отпечаток души и отправил его в галактику. Затем с помощью ауры галактики он вырезал отпечаток на струе звездного света. Звездный свет погас, но духа в нем не было. Хм, пока нет. Он выглядел так, будто находился в недоумении, непрерывно излучая звездный свет и разбивая множество осколков разбитых звезд. Он продолжал терпеть неудачу, но парень не знал почему. Он нахмурился и задумался, что ему делать. Юноша испробовал множество методов, чтобы придать дух своей силе концепции, чтобы глубже понять эту силу. Мэй Цзи спокойно наблюдала за ним. Она больше не пыталась ему помешать или позвать. Она знала, что Ши Янь пытался преодолеть проблему понимания мира. Она не должна была беспокоить его сейчас. Два дня и две ночи пролетели незаметно. Мэй Цзи нашла сокровища, похожие на компас звездных фантастических небес, поэтому она знала время. Два дня и две ночи – это недолго. Обычно это было мгновение ока. Однако в нынешней ситуации двух дней хватило, чтобы многое произошло. Этого также было достаточно, чтобы противник их поймал. Видя, как Ши Янь тонет в своем совершенствовании, но ничего не получает, Мэй Цзи начала беспокоиться. Время шло. Ши Янь был сбит с толку, когда он стоял между осколками звезд и пытался понять свою силу концепции. Мэй Цзи стало так тревожно, как будто пламя обжигало ее изнутри. Бум-бум. Гром продолжал грохотать. Энергия ударила по слоям воды и разбила их. Феррелл взвыл и наконец освободился от водного ограничения. Он возмущенно загремел. Император Морская Акула. Ты поймал меня в ловушку и позволил этому парню уйти. Меня не волнует, какая у тебя цель. Но ты, ты должен понести ответственность. Император Морская Акула и Шэнь Жэнь находились недалеко от Феррелла. Их лица были равнодушны, поскольку они игнорировали его крики. Я не хочу с тобой разговаривать. Где этот ребенок? Я согласился с кланом древних монстров забрать его жизнь и башню символов силы концепции. У Феррелла было холодное лицо. Император Морская Акула ухмыльнулся и покачал головой. Феррелл, ты все еще считаешь себя лучшим в море уничтожения? Я знаю, что ты несколько раз пытался меня спровоцировать. Ты хочешь сразиться со мной и победить меня? Ты хочешь использовать мое поражение, чтобы укрепить свое высокое положение и получить признание от клана древних монстров? Ты хочешь, чтобы они пригласили тебя обратно в клан древних монстров с благородной церемонией, верно? Это то, чего ты так хочешь? Его слова раскрыли мысли Феррелла. Феррелл не был членом клана древних монстров, но у него была родословная этого клана. До того, как он стал достаточно сильным, клан древних монстров не обращал на него внимания. Прежде чем он достиг уровня территориального предка и прославился в море уничтожения, клан древних монстров даже не смотрел на него. Они часто посылали Ербурга и Хусейна навещать его. Феррелл выглядел высокомерным, но в глубине души он хотел признания клана древних монстров. Он хотел вернуться в клан со славой и стать одним из экспертов с высшей властью. В последние годы он часто провоцировал императора морскую акулу и Рикардо. Он хотел победить их и стать сильнейшим воином моря уничтожения. Затем этим титулом он собирался привлечь внимание истинных экспертов клана древних монстров. Они должны были лично прийти в море уничтожения, чтобы пригласить его вернуться в клан древних монстров, чтобы встретиться со своим предком и предложить ему лучшую жизнь в соответствии с его благородным статусом. Это было просто предлогом, что Феррелл хотел отомстить за Ербурга и Хусейна. Он просто хотел воспользоваться ситуацией, чтобы продемонстрировать свои таланты, забрать башню символов силы концепции, чтобы доказать свой правящий статус в море уничтожения. Он не боялся оскорбить призрачный клан, чтобы связать себя с кланом древних монстров. Он получил бы одобрение высшего эшелона клана древних монстров. Если бы он мог забрать башню символов силы концепции, в зале славы клана древних монстров было бы место и для него. За это место Феррелл был готов соревноваться изо всех сил. Когда император Морская Акула увидел его насквозь, Феррелл потемнел. И что, если это правда? А что, если это не правда? Правда это или нет, сегодня я удовлетворю твое желание. Я собираюсь сразиться с тобой, Феррелл. Надеюсь, этого хватит на долгие годы. Император Морская Акула ухмыльнулся. Его глаза внезапно стали красными, что было похоже на неистовство Ши Яня. Жестокая, кровожадная аура, полностью отличавшаяся от его водной силы концепции, внезапно вырвалась из его тела. Шэнь Жэнь парил поблизости. Увидев внешний вид Императора Морской Акулы, он забеспокоился. Старик решил остаться, потому что боялся, что Император Морская Акула воспользуется техникой, которой его научил Кровожадный. Как только он воспользуется ею, его сила быстро возрастет. Однако он был похож на Ши Яня в том, что легко терял рассудок и впадал в режим резни. Не волнуйся, я знаю. Я уйду, когда придет время уходить. А теперь не пытайтесь отговорить меня от этого. Император Морская Акула ухмыльнулся, как будто понял, о чем беспокоился Шэнь Жэнь. Он закричал и легко двинулся. Используя водное течение, он направился к Ферреллу. У Феррелла слегка изменилось лицо. Он поднял голову, чтобы посмотреть на водную территорию над своей головой, и почувствовал, как давление увеличилось в десятки раз. Давление воздействовало на него повсюду, будто на него обрушивались меллиарды гор. В этот момент Феррелл понял, что Император Морская Акула не был слабым. Похоже, он был спящим зверем на дне моря. Ему просто не хотелось сражаться, но сегодня, похоже, он проснулся. Глава 1458. Столкновение территорий. Морское дно моря уничтожения кипело. Поднимались массивные пузыри. Император Морская Акула был замечен в каждом пузыре, каждый из которых был независимым миром. Внутри этих пузырей был подводный риф, кораллы, водоросли и плавающие рыбы. Все они были живы и рвались к Ферреллу со всех сторон. Эти пузыри росли, как горы. Феррелл затаил дыхание, его лицо было чрезвычайно суровым. Громовая пустота. Возник мир грома и молний, надуваясь, как воздушный шар, и накрывая Феррелла. В этом мире были синие молнии. Лучи электричества ползли и боролись в небе, как гигантские драконы. Молнии величиной с водопад соединили нижний мир и небо. На первый взгляд, весь этот мир грома и молний поддерживался бесчисленными столбами молний. Феррелл парил в центре этого мира, как бог грома. Вскоре после этого сконденсировались бесчисленные шары молний. Эти шары молний кружились и взрывались. В мире грома и молний возник разрушительный энергетический взрыв. Это сотрясло морское дно и искривило все места. Водная территория императора морской акулы и территория молний Феррелла столкнулись и надавили друг на друга. Водные потоки и шары молний полностью разлетелись. Ударные волны всколыхнули море и создали множество массивных водоворотов. Эти водовороты были десятки тысяч метров. Вскоре после этого они поглотили множество островов на поверхности моря уничтожения. Лучи света от энергетических взрывов стреляли в каждый угол, как острые мечи. Многие воины, совершенствующиеся в окрестностях, могли видеть эти устрашающие световые мечи. Им пришлось бежать, спасая свою жизнь. Однако многие из них были убиты ударными волнами ожесточенной битвы между императором морской акулой и Ферреллом. Такой сильный, яростный, это битва настоящих экспертов. Они находятся на уровне территориального предка. Они хотят разрушить морское дно моря уничтожения. Когда в последний раз эксперты уровня территориального предка сражались в море уничтожения, на морском дне, на поверхности моря и даже в небе, многие воины из разных кланов были поражены противостоянием императора морской акулы и Феррелла. Они бурно обсуждали происходящее. Они были взволнованы, напуганы и даже обезумели. Воины с низкими уровнями поспешили отойти как можно дальше, они боялись получить травму от ударных волн. Воины, считавшие, что их уровни достаточно высоки, были в восторге. Они начали собираться и направлялись к полю боя. Особенно некоторые эксперты, имеющие бессмертные сферы. Чтобы понять темную энергию, они игнорировали все и пытались подойти поближе, чтобы понаблюдать за битвой между экспертами уровня территориального предка. Они были готовы на все, чтобы достичь новых показателей. В этот момент в море уничтожения прибыло множество экспертов. Члены семи кланов, которые были подавлены, потому что не могли найти шеяня, обрадовались, так как понимали, что сражение двух территориальных предков происходило из-за шеяня. Что же еще могло заставить таких двух экспертов сражаться друг с другом, кроме башни символов силы концепции? Нептун из клана души сидел, скрестив ноги, на своих облаках жестоких душ. Бесчисленные жестокие души прыгали вокруг него и очерняли всю местность. Он внезапно открыл глаза и усмехнулся. Интересно, облака жестоких душ начали двигаться, как черная гроздь, и направлялись к яростной битве. В каменном лесу про отец драконий ящер, Тушицы и Яюнь ждали Хира из клана Белой Кости. Когда они почувствовали сотрясение земли от битвы, они обменялись взглядами. Тушицы немедленно отправил сообщение Хира и поспешно направился к месту битвы. Цимо из клана Пожирателей появился на поверхности моря уничтожения. Позади него стояло около десяти воинов клана. Они с уважением выпрямились. Цимо наблюдал за вихрями, прислушивался к грохоту грома, а затем нахмурился. Идем на морское дно. Сразу после этого воины клана Пожирателей нырнули глубоко в море. Большинство воинов высокого уровня из пяти кланов преследовали одну цель, когда прибыли на бой между императором морской акулой и Ферреллом. Этому бою было суждено привлечь большое количество людей. Грохот, грохот, грохот. В мире грома и молний взрывалось множество синих шаров. Мощности их взрывов хватало, чтобы разбивать астероиды или превращать небольшие звезды в порошок. Водная территория императора морской акулы иногда разрывалась взрывной мощью. Однако это было похоже на меч, рассекающий водную завесу. И водяная завеса почти мгновенно возвращалась в нормальное состояние. В этот момент многие воины из окрестностей собрались в районе, где они сражались. Большинство из них имело бессмертную сферу и они были хорошо известны в море уничтожения. Все они использовали свою силу Бога, чтобы создать световые защитные клетки разного цвета. Синего, красно-оранжевого, изумрудного, серебряного и лаймового. Радужный свет кружился вокруг световых клеток. Это был знак очень сжатой силы Бога. Энергии императора морской акулы Эферрелла сталкивались. Вспыхивали электрические лучи. Эти электрические лучи могли быстро убить экспертов со сферой зарождающегося Бога. Понимая это, эксперты с бессмертной сферой уделили защите особое внимание. Когда электрические разряды попадали в их световые клетки, появлялось множество искр. Они смотрели на бой с суровыми и взволнованными лицами. Они даже обсуждали происходящее друг с другом. Тушицы, Яюни про отец драконь и ящер тоже были в этой группе. Они были одними из первых воинов, которые прибыли сюда. Увидев ужасающие энергетические столкновения между императором морской акулой и Эферреллом, про отец драконь и ящер был возмущен. Битва экспертов уровня территориального предка действительно необычна. Водный мир и мир грома – настоящие территории. Они выше зарождающегося пространства. Они содержат сущность концепции силы воды и силы грома и молнии с темной энергией в качестве источника энергии. Они довольно близки к реальности. Он хотел использовать их битву, чтобы увидеть силу темной энергии, которая могла помочь ему достичь уровня территориального предка. Территория молнии Эферрелла постепенно создавала континенты с помощью молнии. Это были целые континенты. Если бы там совершенствовались воины низкого уровня, они получили бы большую выгоду. Для воинов низших уровней континенты Эферрелла были благоприятными землями, о которых они только мечтали. В этот момент три огромных континента, сияющих ослепительным светом, вырвались наружу с грохотом грома. По пути они превратились в шары молнии и поразили водную территорию императора Морской Акулы. Водная территория императора Морской Акулы состояла из бескрайних морей. Море под ударами молний взорвалось и исчезло. Однако все быстро восстанавливалось. Император Морская Акула был в каждом море на его водной территории. С багровыми глазами он грубо ухмыльнулся. Вода непредсказуема. Ее нельзя уничтожить, разрезав, взломав или взорвав. Ты разрезал воду саблей. Как ты думаешь, сможешь ли ты добиться успеха? Количество пузырей было также количеством маленьких миров внутри водной территории. После того, как они разбились, они снова образовались. Когда наблюдатели услышали слова императора Морской Акулы, они были напуганы. До сих пор многие люди думали, что Феррелл был самым сильным среди трех территориальных предков в море уничтожения. Они считали Рикарда вторым, а императора Морскую Акулу – самым слабым. Однако сегодняшняя битва перевернула все с ног на голову. Они обнаружили, что император Морская Акула, который всегда был скромным, был не слабее Феррелла. Он был даже немного сильнее. Многие из них узнали это и подумали. Это морское дно находится глубоко в Синем море. Император Морская Акула совершенствует силы воды. Здесь у него есть естественная поддержка. Как Феррелл собирается с ним справиться. В этот момент они были поражены, видя силу императора Морской Акулы. Они считали, что император Морская Акула вполне может одержать верх в этой битве. Битва все еще продолжается. Поле битых звезд. Шиянь долгое время сидел на каменной статуе. Он больше не использовал звездную силу и выглядел так, будто окаменел. Беспокойство Мэйдзи нарастало. Хотя они были очень далеко от битвы между императором Морской Акулой и Ферреллом, Мэйдзи знала, насколько яростной была битва экспертов уровня территориального предка. Она была уверена, что все настоящие эксперты моря уничтожения более или менее почувствовали противостояние между ними. Кроме того, это их привлекло. Поскольку Мэйдзи была лидером призрачного клана в море уничтожения, она не была дурой. Она знала, почему император Морская Акула решил действовать именно сейчас и почему ему пришлось устроить такой большой переполох, чтобы привлечь других экспертов. Он хотел дать Шияню больше времени, чтобы уйти, чтобы его не заметили или не увели за собой. Из-за чего император Морская Акула должен его учителю, чтобы помочь ему уйти, он без колебаний выступил против пяти кланов. Он сумасшедший. Мэйдзи была удивлена. Чем больше она пыталась угадать план императора Морской Акулы, тем больше озадачивалась. Она понимала императора Морскую Акулу лучше, чем большинство людей. На протяжении стольких лет он был скромным и тихим, находясь на морском дне. Он редко с кем-либо соревновался и не хотел союза с семью кланами, или такими как Феррелл или Рикардо. Он был настоящим отшельником. Но из-за Шияня он показал свои клыки, чтобы показать миру, насколько грозным он был на самом деле. Мэйдзи считала, что поступок императора Морской Акулы привлек внимание всех экспертов. Кроме того, она знала, что за это время они могут скрыться, направляясь ко входу в пустынную территорию. Однако Шиянь долгое время молчал, как будто его душа покинула его тело. Хотя она на данный момент запечатала эту область, но если придет настоящий эксперт, он все равно сможет распознать ненормальную ситуацию. Когда она и Шиянь будут разоблачены, они не смогут контролировать ситуацию. Что мне теперь делать? Должна ли я разбудить его и сказать, что император Морская Акула сражается против Феррелла, чтобы дать ему шанс уйти? Мэйдзи боролась мысленно и не могла принять решение. Внезапно появилась резкая аура. Кто-то что-то даже сказал, и казалось, будто он нашел хрупкую сторону в ее печати. Мэйдзи напряглась, стиснув зубы. Я должна его разбудить. Ее фигура двинулась, и она попыталась использовать свое сознание души, чтобы войти в мозг Шияня и пробудить его сознание. Однако в этот момент массивная ледяная сабля сконденсировалась над этой иллюзией льда и ударила вниз. Мэйдзи использовала ледяной кристалл, чтобы создать иллюзию, которая спрятала ее и Шияня в слепом углу. В таком случае обычные люди не смогли бы их найти. Однако этот воин совершенствовал силы льда. Вот почему он с любопытством разрезал ледяную иллюзию, чтобы увидеть, что она скрывает. Эта сабля пробила ее до того, как сознание души Мэйдзи было отправлено Шияню. Треск, треск, треск. Ледяная иллюзия была атакована. Она разбилась, как зеркало. Кусочки льда создали настоящий хаос. Струя звездного света, созданная звездной энергией, вырвалась из тела Шияня. Она действовала так, как будто у нее было собственное сознание. Как только она была выпущена, то стала подобно парящему в небе дракону или зверю, внезапно сбежавшему из заточения. Она нетерпеливо парировала ледяную саблю. Ледяная сабля сломалась, и струя звездного света превратилась в новые лучи звездного света. Это было похоже на душу, разделенную на десятки огоньков. Лучи звездного света передавали гневный крик, и они двигались ловко, как стая змей, и обвивались вокруг воина. Глава 1459 Одна передает, все передают. Шиянь долгое время молчал. Теперь он открыл глаза и встал между разбитыми звездами. Юноша посмотрел на воина, связанного цепями звездного света в воде над его головой. Он был воином, совершенствующим силу льда концепции во втором небе бессмертной сферы. Этот человек имел типичную внешность представителя клана древних монстров. Он был покрыт густой шерстью. Его руки были грубыми и большими, а лицо напоминало лицо свирепого зверя. В его глазах вспыхнул странный и холодный свет. Ты, ты тот шиянь. Ха-ха-ха. Он наклонился, чтобы посмотреть, а затем безумно рассмеялся. Я тебя нашел, не затрачивая ни малейших усилий. Ха. Ты действительно так счастлив? Привлекательный смех Мэйцзи раздался из тени большого камня. У воина мгновенно изменилось лицо, как будто он увидел привидение. После этого он попытался прыгнуть и отдалиться от этой области. Некоторое время он работал охранником Хусейна. Он был свидетелем того, как Мэйцзи избила Хусейна, что чуть не разожгло войну между призрачным кланом и кланом древних монстров. Он знал, что Мэйцзи была холодной и безжалостной, хотя выглядела сексуально и соблазнительно. Она была действительно злой и в любом случае ее поступки были беспощадными. При виде этой женщины у него запульсировали виски. Однако так много звездных цепей, обвивавшихся вокруг него, действовали так, как будто были живыми. Он даже мог чувствовать их ауры, гнев и жестокость. После некоторой борьбы он не смог избавиться от них. Шиянь стоял на камне внизу. Он не выглядел так, будто хотел на него нападать, но его лицо было озадаченным. Он не поднимал глаз и не смотрел на мужчину. Спустя немного времени на кончике его пальца появилась струя звездного света. Невидимый луч света, излучаемый душой хозяином, озарил галактику на уровне сил концепции. Свет души хозяина просочился в галактику и продолжил движение к море сознания. Была выпущена частичка сознания души. Этот клочок сознания души запечатлелся в звездном свете. Вскоре после этого этот звездный свет, будто стал обладать сознанием и частью его души. В разуме парня отобразилось что-то странное. Струя звездного света из кончика его пальца, казалось, была его второй душой, частью его самого. У юноши была ментальная связь с ней, но у нее было независимое сознание. Она покинула его кончик пальца и нацелилась на война клана древних монстров. Шиянь вздрогнул. Сила концепции с душой. Это была его сила концепции, в которой была душа. Теперь его силы концепции обладали полным независимым сознанием. Это стало миниатюрной фигурой души хозяина, которая могла активно уклоняться от атаки и находить слабость врага, чтобы убить его. Это был таинственный принцип силы концепции. Используя душу хозяина, чтобы связать силы концепции с морем сознания, Шиянь добавил свое сознание души к своей божественной силе. Душа хозяин, силы концепции, море сознания и божественная сила создали чудесный резонанс, благодаря которому силы концепции мгновенно приобрели ауру души. Шиянь понял этот магический принцип только сейчас. Когда его мысли изменились, его сила концепции переключилась. Печать, созданная силой смерти концепции, вылетела из его головы и упала на этого воина клана древних монстров. У красной печати были сложные отпечатки пальцев, которые казались живыми с негативными аурами, включая кровожадность, обиду, жестокость, отчаяние и страх. Отрицательные ауры стали душой смерти. Она была темной, зловещей и холодной, и могла испускать огромные волны отрицательной энергии. Бум. Воин клана древних монстров закричал, когда его мозг был потрясен и захвачен негативной энергией. Его сознание разбилось. Пространственный крест. Шиянь спокойно заговорил и изменил свою силу концепции. Появился крестообразный световой меч. Он был создан обрывком его сознания души. Мысли парня мелькали, но он старался не разорвать и не исказить пространство, так как боялся сильно стимулировать пространство. Легкая пространственная сабля двигалась с головокружительной скоростью, которую невозможно было заметить невооруженным глазом. Неожиданно скрещенное оружие внезапно исчезло. Затем на груди его и на клана древних монстров появился глубокий разрез. Порез прошел сквозь его тело и уничтожил его. На его лбу была вырезана печать смерти. Душа смерти вошла в его духовный алтарь и внесла в него хаос бессознательными убийственными криками. Шиянь усмехнулся и пробормотал себе под нос. Одна проходит, а остальные доводят дело до конца. Я наконец понимаю, почему кровожадный одновременно совершенствовал восемь великих злых сил концепции и все равно достиг высокого уровня. Теперь он это понял. Пока он был на пустынной территории, более чем один воин сказал ему, что прорваться будет намного труднее, поскольку он одновременно совершенствовал множество сил концепции и что ему нужно понять все силы концепции, чтобы достичь новой сферы. Он верил в это без единого сомнения, но юноша также был ошеломлен. Если это правда, что не было короткого пути, что сделал кровожадный, чтобы совершенствовать контроль над душой, смерть, коррозию, тьму, хаос, разрушение, отчаяние и силу трупницы вместе со своей пожирающей силой. Он очень быстро продвинулся в пустынной территории и быстро достиг уровня территориального предка. Что он использовал? Он был вынужден понять все способности великих злых сил и пожирающую силу концепции, откуда у него хватило энергии на это. Если бы в нем не было ничего волшебного, он бы застрял на низком уровне, верно? Но этого не произошло. Неправда, что если человек совершенствовал множество сил концепции одновременно, ему нужно было постичь каждую из своих сил, чтобы достичь новой сферы. Если бы он понял принцип своих сил концепции, он мог бы сократить путь. Хотя в этом мире было множество сил концепции, у них были некоторые схожие принципы. Например, если концепция силы металла, дерева, воды, огня и земли могут превратиться в мир пяти элементов, они могут создать смертельные ловушки пяти элементов внутри этого запечатанного мира. Великая злая сила концепции принадлежала к отрицательной, кровожадной категории, поэтому они разделяли некоторые общие принципы. Кроме того, концепция силы души, которую он только что постиг, могла посылать ауру души в звездные силы, силы пространства и смерти, когда их использовали. Пространственная и звездная силы обладали аурой его жизненной силы, а сила смерти была злой и устрашающей. Различная сила духов соответствовали солнечному свету и тьме в его теле. Аура звезды и прилив жизненной силы были олицетворением теплоты, терпимости и милосердия в его душе. Острая пространственная сила представляла его начало, в то время как ужасающие злые силы смерти и пожирающая сила были проекциями самого крайнего отрицания в его душе. Человек в разных ситуациях, в разных настроениях и в разное время действовал по-разному. Точно так же аура души, созданная при совершенствовании разных сил и концепции, не была похожа. Это может бесконечно увеличивать какой-то аспект души хозяина и запечатлеть его в силе концепции, чтобы увеличить ее мощь и силу принципа. Прищурившись, Шиянь увидел над своей головой трагическую смерть воина клана древних монстров и улыбнулся. Черная дыра возникла из макушки его головы. Она открылась, как пасть дьявола, поглотившая энергию души этого человека. Внутри этой черной дыры была самая ужасающая темная сторона души Шияня. От нее пахло кровожадным желанием, словно оно поедало плоти кровь и плавило душу этого бедняги. Присмотри за мной. Мне нужно время, чтобы скорректировать свое состояние. Тогда я смогу войти во второе небо бессмертной сферы, сказал Шиянь. Глаза Мэйцзи заблестели красивым светом. Услышав его слова, она нежно ответила ему. Хорошо. В углу моря уничтожение Минхаа и владыка бог остановились и прищурились, чтобы ощутить ауру, которая неслась с течением морской воды. Уровень Адри был недостаточно высоким, поэтому она ничего не смогла понять. На морском дне воюют эксперты. Это эксперты уровня территориального предка, сказал Минхун. Адри испугалась. Это из-за Шияня? Вероятно, Минхун задумался, а затем добавил. Башня символов силы концепции очень важна. Если бы не она, эксперты уровня территориального предка не вступили бы в бой. Я хочу пойти туда и посмотреть, решительно сказала Адри. Это не очень мудрое решение, покачал головой Минхун. Мы также хотим пойти туда и посмотреть. Минхаа и владыка бог обменялись взглядами и приняли решение. Это уникальная возможность увидеть, как территориальные предки сражаются друг с другом. Мы застряли на своих уровнях на длительное время. Возможно, мы сможем чему-то научиться из этой битвы и достигнем уровня территориального предка. Они не знают нас, поэтому они ничего не заподозрят. Мы можем пойти туда и понаблюдать издалека. Мы должны проверить, связано ли это с Шиянем, и это хороший шанс улучшить наши способности. Владыка бог твердо заявил. Эксперты в этом море уничтожений они очень сильны. Они слишком слабы и намного хуже, чем кровожадный. Возможно, те, что находятся на уровне территориального предка, считаются сильными. Я бродил по пустынной территории 20 тысяч лет, и только кровожадный мог победить меня. Если я достигну уровня территориального предка, то я уверен, что смогу бросить вызов каждому территориальному предку из этой морской области небытия. Мы отправимся туда, чтобы открыть свой разум и понаблюдать за их возможностями. После того, как я достигну уровня территориального предка, я уверен, что взбудоражу всю морскую область небытия. Затем он, не обращая внимания на Адрея Минхаа, развернулся и полетел к месту битвы между императором морской акулой и Ферреллом. Минхаа немного подумал, а затем сказал. Адре, у тебя слишком низкий уровень. Не стоит рисковать. Лучше найди безопасное место, чтобы спрятаться. Когда я закончу смотреть битву, я приду и найду тебя. Я оставил на тебе свою ауру, чтобы потом тебя выследить. Минхаа решительно ушел. Адре фыркнула. Нам тоже нужно идти. Ты действительно хочешь пойти? Минхун на самом деле не хотел этого. Если ты не хочешь идти, я пойду туда одна. Адре поморщилась. Ладно, недовольно, ответил Минхун. Они последовали за Минхаа и Владыкой Богом и направились к месту битвы. Они двигались с максимальной скоростью. Как тень, блуждающая по морю, они вспыхивали и исчезали. Грохот. Грохот. Удары молнии взбудоражили все вокруг. Морская вода бурлила. Все морское пространство выглядело так, как будто оно вот-вот разорвется. Многие высокопоставленные эксперты наблюдали за матчем с большого расстояния. Они были поражены и уже оценили императора морскую акулу, который выглядел скромно, но на самом деле был жестоким. Император морская акула поставил Феррелла в затруднительное положение. Внезапно многие люди в этой группе зевак получили удар, и они отлетели, как отскакивающие резиновые мечи. Черная группа душ пробежала сквозь толпу и отбросила зрителей, имеющих бессмертную сферу, создав хаос. Те, кого отбросили, возмутились. Собираясь начать ругаться, они увидели, что Нептун восседает на скоплении душ. Осознав кто это, они закрыли рты и отступили. Глава 1460. Пришли все ужасающие дьяволы. Многие воины, наблюдавшие за битвой, хотели начинать ругаться, когда их уносило скопище душ. Однако, увидев Нептуна, они не смели ничего говорить, несмотря на возмущение. Нептун был подобен скоплению черных душ, парящих в воздухе. Он аккуратно сидел на облаке жестоких душ. Хмура наблюдал за битвой между императором морской акулой и Ферреллом. Он фыркнул и что-то схватил. Гигантский призрачный коготь, созданный его жестокими душами, схватил человека в первом небе бессмертной сферы. Призрачный коготь притащил человека к Нептуну. Он испугался и закричал. Нептун, я тебя не обижал. Я всегда уважал и восхищался кланом души. Я. Замолчи. Крикнул Нептун. Этот человек больше не осмелился ничего сказать и просто дрожал под призрачным когтем. Почему император морская акула и Феррелл напали друг на друга? Холодно спросил Нептун. Мужчина тут же ответил. Я не знаю. На самом деле я не знаю. Когда я пришел, они уже дрались. Только призраки знают, почему они сражаются. Призраки. Мне не нравится, когда люди произносят это слово передо мной. Глаза Нептуна засветились тусклым и холодным светом. Массивный коготь сжался, и тело мужчины взорвалось. Его кровь разлетелась вместе с кусками его плоти. Отвали, ты только в первом небе бессмертной сферы. Думаешь, ты заслуживаешь того, чтобы смотреть эту битву? Ты не дорожишь своей жизнью. Нептун выругался. После того, как тело воина лопнуло, его духовный алтарь поднялся и сбежал. Нептун огляделся. Каждый воин в его поле зрения инстинктивно пригнулся. Они очень боялись, что он их поймает. Среди территориальных предков семи кланов Нептун был своего рода биполярным. Он часто нападал на людей без оправдания. Немногие люди осмеливались его обидеть, и никто не знал, о чем он думал. Все они пытались избегать его, чтобы предотвратить нежелательные неприятности. Кто мне скажет, почему император Морская Акула и Феррелл сражаются друг с другом? Нептун повысил голос, который отдавался эхом, как будто призрак зашептал всем в уши. Они почувствовали, как их волосы встают дыбом, а дрожь распространяется по их спинам. В этот момент император Морская Акула и Феррелл изо всех сил пытались атаковать друг друга. Водная территория и территория молнии сильно пострадали, что привело к обрушению всей морской области. Они не могли обращать внимания ни на кого другого. Конечно, Нептуну не ответили. Нептун огляделся и обнаружил в толпе тушицы и его жену. Его лицо похолодело, и он злобно рассмеялся. Я не думал, что вы двое тоже придете в море уничтожения. Вы двое связались с остальными, чтобы убить Синха на звезде драконьего ящера. Верно? В его глазах вспыхнул безжалостный свет, а затем Нептун добавил. Синх был членом моего клана души. Хотя он был всего лишь командиром, он позаимствовал мой котел очищения души. Он был моим подчиненным. Вы убили его. Вы же боитесь посмотреть мне в глаза? Да. Я преподам вам урок вместо Хантиня. Когда Тушицы и Яюнь впервые увидели его, они попытались ускользнуть, так как боялись, что он их заметит. Однако он увидел их, и они не могли его игнорировать. Услышав его, Тушицы и Яюнь побледнели. Они знали, что этот урод нападет на них. Однако в этот момент появился эксцентричный старик архаичного вида. Он был худощав, и его белоснежная рука лежала на плече. Люди на его пути инстинктивно отходили, когда он проходил мимо них. Все были напуганы. Рикардо. Рикардо. Рикардо здесь. Рикардо был одним из трех великих территориальных предков моря уничтожения. Он всегда работал один. Ходили слухи, что он был связан с кланом темных демонов и совершенствовал силу огня концепции. Он прямо пошел к Тушицы и Яюнь. Взглянув на Нептуна, он сказал. Ты думаешь, что ты крут, нападая на них со своим уровнем территориального предка? Сделав паузу, он равнодушно продолжил. Предшественник Хантьяния встречались несколько раз. Надеюсь, ты дашь мне возможность защитить их и попросить не нападать. Что касается Синха, он был на пике бессмертной сферы. Битва между ним и Тушицы была честной. Если он проиграл и умер, он не должен винить своего противника. Тушицы и Яюнь были удивлены. Они не ожидали, что Рикардо их защитит. Они знали, что у Рикардо были хорошие отношения с кланом Темных Демонов, но у него не было никаких отношений с кланом Таинственного Неба. В критический момент Рикардо защитил их, согласно указанию, данному Ханьтаним давным-давно. Нептун впился взглядом в Рикардо. Через некоторое время он злобно и мрачно засмеялся. Тогда я открою тебе лицо, Рикардо. Я надеюсь, что ты сделаешь то же самое, и мы поговорим об этом позже. Посмотрим, ответил Рикардо. Бум, бум. Континенты молнии взорвались. Молнии выстрелили, разбивая пузыри императора морской акулы на куски. Император морская акула перемещался между своими водными мирами. Его лицо было свирепым и полностью отличалось от его обычного умеренного Я. В его красных глазах был жестокий боевой дух, что удивило многих. Это действительно император морская акула? Он совершенно другой. Такой сильный. Он должен быть на один уровень сильнее Феррелла. Мы в море уничтожения, а он совершенствует водную силу концепции. Все бурно это обсуждали. Наконец, они обнаружили, что император морская акула, который не привлекал внимания, был, вероятно, самым сильным среди трех территориальных предков в море уничтожения. Собралось еще больше воинов, включая Минхаа и владыку бога. Они тихо стояли в углу, скрывавшим их от толпы. Они наблюдали за битвой между императором морской акулой и Ферреллом, и на их лицах, естественно, было выражение печали. О, это то, чего я ожидал. У владыки бога загоралась искра в глазах. Он вспомнил жестокую битву с кровожадным в том году. Да, они достойны уровня террориториального предка. Хотя они не так сильны, как кровожадный. И Хауры, да, не особо. Хорошо, я думаю, мы можем использовать темную энергию и прорваться на уровень террориториального предка. У Минхаа было невозмутимое лицо. Если мы получим правильное направление, мы сможем сделать это без особых усилий. Возможно, вскоре после этого морская область небытия превратится в нашу удивительную страницу. Верно, я твердо в это верю, подтвердил владыка бог. Из разных мест приходили новые воины. Владыка бог и Минхаа не выделялись, поэтому не привлекали внимания обеспокоенных людей. Через некоторое время Циму из клана пожирателей привел сюда свою команду. Как только они пришли, они попытались узнать, почему император Морская Акула и Феррелл сражаются. Однако все выглядели немного растерянными. Они не знали, почему два террориториальных предка сражались друг с другом. Они не видели здесь шиеня или башню символов силы концепции. Все забеспокоились и стали искать ответ. Они должны были знать, почему разгорелась битва между императором Морской Акулой и Ферреллом, чтобы понять, кого им следует поддерживать. В то же время, в области разбитых звезд, шиянь открыл глаза и почувствовал волнение, посланные через морскую воду. Он сказал, император Морская Акула и Феррелл сражаются друг с другом. Император Морская Акула помогает тебе. Он спровоцировал Феррелла, и их битва привлекла всеобщее внимание. Его цель очевидна. Он хочет, чтобы мы воспользовались шансом и сбежали, напомнила Мэйдзи. Шиянь кивнул, встал и сказал, я знаю, вот почему я сказал, что хочу вернуться. Глава 1461. Повелитель всех звезд. Вернуться туда? Мэйдзи застыла, а на лице отобразилась паника. Она хрипло закричала. Зачем нам туда возвращаться? Император Морская Акула сражается с Ферреллом, чтобы привлечь остальных и дать тебе шанс сбежать. Зачем тебе туда возвращаться? Я только что достиг второго неба бессмертной сферы, объяснил Шиянь. Ну и что? Мэйдзи была удивлена. Обычно после того, как я достигаю нового уровня, я как озеро, которое только что вырыли глубже, и поэтому оно стало больше. Ах, нет, то же самое происходит со всеми, мрачно сказал Шиянь, почесав подбородок. Мне нужно накопить божественную силу. В нашей бессмертной сфере накопление энергии – непрерывный и болезненный процесс. Девушка слегка кивнула. Она это хорошо понимала, и уже испытывала это раньше. Чтобы перейти со второго неба до третьего неба бессмертной сферы, ей потребовалось почти тысяча лет, чтобы накопить достаточно энергии. И это не включает время, необходимое для развития ее силы концепции. Воин достигает точки прорыва через день после накопления достаточного количества энергии. Однако понимание силы концепции зависит от состояния воина, и это не требовало только аскетического совершенствования. Если у меня не будет передового метода, мне потребуются сотни лет, чтобы восполнить энергию, необходимую для прорыва к третьему небу бессмертной сферы. Шиянь сделал серьезное лицо и покачал головой. Мне не нравится аскетическое совершенствование, особенно когда я знаю кратчайший путь. Если риск может сократить многие года, я готов поставить на это свою жизнь. Мэйцзи сразу поняла. Ты хочешь использовать пожирающую силу концепции? Шиянь улыбнулся. Верно. Пожирающая сила может значительно сократить время накопления энергии. Битва между императором морской акулой и Ферреллом привлекает множество экспертов в море уничтожения. Если начнется хаос и сотни экспертов бессмертной сферы будут убиты, этой энергии мне будет достаточно, чтобы достичь третьего неба бессмертной сферы. Глаза Мэйцзи загорелись. Во время этого путешествия она наблюдала и наслаждалась благами, данными ей пожирающей силой Шияня. И, конечно же, она знала тайны этой нечистой силы. Девушка верила словам Шияня. Если сотни воинов бессмертной сферы умрут, сущность мертвой ЦИ от них наполнит до краев его божественную силу древнего дерева после поглощения. В таком случае, ему действительно не нужно будет долго бороться и совершенствоваться. Они хотят найти тебя. Если ты вернешься туда, то окажешься в ловушке. Кроме того, ты подведешь императора морскую акулу. Мэйцзи была поражена и осторожно спросила. Ты уверен, что сможешь благополучно вернуться? Она знала, что Шиянь не был дураком. Он не стал бы делать того, в чем не был уверен. После того, как я достиг второго неба бессмертной сферы, я уверен, что всегда смогу использовать пространственную силу концепции, чтобы оставить незамеченным на морском дне. Шиянь усмехнулся и высокомерно добавил. Хотя сфера Минхаа выше моей, он просто в форме своей души. Он не может использовать свою энергию на пределе. Более того, он не выносит ответных ударов. Но я могу то, что он не может. Фантастический пограничный камень сверкнул в его ладони. Затем парень направил в него свою божественную силу, после чего он надулся, как воздушный шар. После десяти вдохов он превратился в мир. Это был мир туманных облаков. Как только он появился, то вошел в сломанную звезду рядом с ними, которую нормальные люди не могли найти или почувствовать. Этот мир был наполнен пространственной энергией и сознанием души Шияня, казалось, что там находилась частичка души парня и контролировала его силу. Этот мир, созданный фантастическим пограничным камнем, управляется моей пространственной энергией, и в нем есть мой отпечаток души. Этот мир может быть здесь какое-то время. В это время я могу использовать свою связь, чтобы спрятаться в нем в любое время и где бы я ни находился на этом морском дне. Шиянь улыбнулся и взглянул на Мэйцзи. Затем юноша взмахнул рукой, и образовалась щель. Он схватил Мэйцзи за руку и прыгнул в эту щель. После вспышки Шиянь и Мэйцзи появились в туманном мире внутри разбитой звезды. Рукава девушки развивались среди огромных скоплений облаков, делая ее похожей на лунную фею. Она подняла руку и прикрыла рот. Это так просто? Шиянь улыбнулся. Вспыхнул сгусток пространственной энергии. Он и Мэйцзи вернулись в область за пределами скалы. В пределах определенного диапазона в море уничтожения я могу войти в этот туманный мир в мгновение ока. Даже такие эксперты, как Император Морская Акула или Феррел, никогда не поймают меня. Мэйцзи улыбнулась и признала, что это звучит логично. У тебя действительно есть гарантия уйти или не умереть. Но можешь ли ты быть уверен, что сможете уйти в мутной воде? Когда эксперты уровня Нептуна нападут на тебя, ты думаешь, что сможешь выдержать хотя бы один их удар? Ну, раньше не смог бы. Но теперь это не проблема. Почему ты так уверен? Я покажу тебе. Шиянь высокомерно рассмеялся. Он метнулся, как меч, на самую высокую вершину этой области разбитых звезд. Вскоре после этого его тело стало излучать звездный свет. Он выглядел, как яркая звезда. В его глазах было множество странных и загадочных сцен, когда звезда теряла свою энергию. Струи звездного света вылетали из его десяти пальцев, как галактика, падающие на это изломанное звездное поле, и проникали в каждую странную скалу. Грохот, грохот, грохот. Волшебным образом похожие на горы скалы медленно поднялись в воздух. Под контролем галактики в его глазах они взлетели в небо. Сотни тысяч скал возвышались, как величественные горы, возвышаясь над морским дном. Эта сцена была невероятно величественной и зрелищной. В то время как сила концепции Шияня изменилась, массивные камни начали двигаться и излучать странный звездный свет. На первый взгляд это выглядело так, как будто тысячи мерцающих звезд двигались и демонстрировали тайны галактики. Эти камни произошли от десятков целых звезд. Хотя все они сломаны, давным-давно они были целы, поэтому между ними есть связь. У звезд тоже есть душа. Каким-то образом их приручили. Души этих звезд не похожи на наши. Обычные воины этого не чувствуют. Но я я что-то смутно чувствую. Массивные скалы закружились. Шиянь выглядел задумчивым и парил между множество камней. Осколки звезд отныне сделали меня своим хозяином, и я подарю тебе рай. Сверкающее море звезд появилось из головы Шияня. Это было глубокое бархатное звездное небо совершенно нового мира. В нем двигались звезды, луна и солнце. Кроме того, на звездах была волна жизненной силы. Это была его начальная степень. Это зарождающееся пространство постепенно превращалось в территорию из-за темной энергии. Многие скалы в этой местности обладали слабой звездной душой. После того, как Шиянь сотворил свою галактику зарождающегося пространства, связь между камнями стала сильнее и сблизила их. Постепенно десятки тысяч камней собрались и превратились в десятки блестящих звезд. Затем звезды взлетели и вошли в зарождающееся пространство Шияня, становясь холодными световыми точками. Шиянь выглядел взволнованным. Он положил одну руку себе на лоб, а другую – на грудь, торжественно пообещав. Подождите, пока я не достигну уровня территориального предка, и мое зарождающееся пространство не превратится в территорию. Оно станет настоящей галактикой. Вы сможете здесь остаться, создать существ. Вы вернете себе славу, которую когда-то имели миллиарды лет назад. Ему ответили десятки звезд, все еще очень слабых. Их смутно слышали только воины, совершенствующие звездную силу концепции. Мэйцзи с трепетом смотрела на сцену над своей головой. Она наблюдала за Шияним, который был повелителем всех звезд на всех небесах, направляя множество похожих на горы камней, в свою блестящую галактику зарождающегося пространства. Она наблюдала, как он дал клятву и заключил связь со звездами. Она не могла объяснить трепет в своем сердце. Закрыв глаза на некоторое время, Шиянь приземлился. В этот момент рядом с Мэйцзи стояла только массивная скала, в которой находился фантастический пограничный камень. Это было единственное, что оставил Шиянь. Он задумался, а затем сказал. Миллиарды лет назад над морем уничтожение парило множество осколков разбитых звезд. Кто-то, совершенствующий звездную силу концепции, приручил их и вложил в них свою звездную энергию, чтобы контролировать их и противостоять своим врагам. После этого десятки тысяч разбитых звезд упали в море. У этих разбитых звезд есть слабая душа, которую могут распознать только воины, совершенствующие звездную силу концепции. Я не знал этого раньше. Когда я достигал второго неба бессмертной сферы и улучшал свой уровень, я смутно это понимал. Но теперь я знаю, что у всех звезд в этой вселенной есть душа. У одних сильная, у других незаметная, слабая. Это действительно море уничтожения. На его морском дне повсюду есть странные сокровища. Однако их никто не узнает. Иногда они даже не видят сокровища рядом с собой. Эти осколки звезд даже прочнее целых звезд в других областях. Они существуют очень-очень давно. Возможно, они были сформированы в эру абсолютного начала. Они знают некоторые секреты Земли и Неба. У них есть свои методы самосовершенствования. Их задатки уникальны. Вот почему эксперт со звездной силой концепции заметил их и приручил, сделав из них себе оружие. Шиянь старался все объяснить. Мэйдзи частично поняла и сказала. Тебе не нужно давать мне подробные объяснения. Я не совершенствую звездную силу концепции, поэтому мне трудно все понять. Мне нужно знать только одно. После того, как ты соберешь эти разбитые камни в свое зарождающееся пространство, твоя сила увеличится. Станут ли они твоим божественным оружием, чтобы противостоять атакам территориального предка? Шиянь улыбнулся. Да, ты права. О, эл, хорошо. Мэйдзи стала решительной и коснулась его плеча. Я вернусь с тобой. На этот раз я пойду с тобой в пруд дракона или в логово тигра. Шиянь почувствовал тепло. Он сжал ее руки, а в его глазах появилось странное выражение. На самом деле, у меня до сих пор нет настоящего. Не говори, Мэйдзи подняла руку и приложила палец к его губам. Со слезящимися глазами она покачала головой. Есть кое-что, что я не хочу слышать. Послушай меня, никогда не говори мне слов, которые могут причинить мне боль. Ты можешь мне лгать, но пусть это будет мило. Шиянь был поражен. Девушка наклонила голову. Я не знаю, что со мной случилось. Возможно, это обычное заболевание женщин нашего призрачного клана. Нам нелегко влюбиться. Но как только это происходит, мы становимся похожи на мотылька, летящего на пламя. Хотя мы знаем, что умрем, мы все равно не жалеем об этом. Кто знает будущее? Я не могу сказать, смогу ли я выжить и отправиться с тобой в пустынную территорию. Я просто надеюсь, что пока мы вместе, ты будешь мил со мной, даже если тебе придется лгать мне. Это ничего. Только не разбивай мне сердце. Шиянь не знал, что ответить. Глава 1462. Свободное сражение. Глубоко в море. Силуэты мрачных призраков появлялись в каждом уголке моря. Они выглядели напуганными или взволнованными. Их взоры были прикованы к двум световым куполам. Столкновение между территорией молнии и водной территорией почти разрушило морское дно. Появлялось и расширялось множество мелких пространственных трещин, от которых многим экспертам бессмертной сферы пришлось инстинктивно отступить. Никто не знал, куда ведут эти пространственные щели, но с их уровнями никто не решался проверять. Нептун и Рикардо с суровыми лицами стояли в толпе. Они постоянно запечатывали эти трещины и щели, чтобы стабилизировать разрушающуюся морскую зону. Грохот. Грохот. Множество континентов на территории молнии взорвалось. Когда континент исчезал, глаза Феррелла искрились. Густая аура на его территории постепенно ослабевала. Но император морская акула становился все более и более взволнованным. Его красные глаза и жестокая аура полностью отличались от его обычной скромной, тихой внешности. Многие люди чувствовали себя так, словно впервые увидели императора морскую акулу. Эта битва распространила слухи о новой репутации императора морской акулы по всей морской области небытия. Много лет спустя войны продолжат говорить об этом персонаже и его устрашающих заслугах в море уничтожения. Бесчисленные водяные завесы увеличились в количестве на водной территории императора морской акулы и хлынули на территорию молнии Феррелла. Вода окутывала каждый шар молнии и превращала их в порошок. Феррелл был напуган. Он наконец понял, что скромный император морская акула не был слабым экспертом, которого он мог бы запугать. Сейчас он уже стал жалеть о том, что решил его спровоцировать. Море уничтожения – действительно чудесное место. Минхаа и владыка бог стояли вдали от битвы. Глаза Минхаа были мрачными, когда он наблюдал за пространственными трещинами вокруг. Если такая битва состоится на нашей пустынной территории, она уничтожит множество звездных областей. Пространство не выдержит битвы между экспертами такими, как мы. Но на этом морском дне появляются только небольшие трещины. Достижение Минхаа в пространственной силе концепции было чрезвычайно глубоким. Он действительно был на уровне грандмастера. Он знал, что обычный мир не выдержит противостояния между настоящими экспертами. Император морская акула и Феррелл были территориальными предками. Ударные волны их битвы могли привести к крупномасштабному обрушению пустынной территории. Но здесь на морском дне было лишь несколько небольших трещин. Минхаа задумался, а затем сказал. Кажется, здесь море может выдержать притягивающую силу пространственной энергии, не разрушаясь. К сожалению, моя форма души не может выдержать обратный огонь разрывающего пространства. В противном случае мы могли бы попробовать. Бум, бум, бум. Множество шаров молнии взорвалось и исчезло на территории Феррелла. Постепенно его территория уменьшилась, и Ферреллу пришлось отступить. Вскоре после этого множество шаров молний собрались вместе и образовали чрезвычайно устрашающий световой шар. Феррелл ревел и гремел внутри этого светового шара. Внезапно он вырвал шар и вылетел. Его лицо исказилось от боли. Глубоко в его глазах двигалось множество молниеносных питонов. Император морская акула. Глаза императора морской акулы все еще были малиновыми. Он выглядел потрясенным, прежде чем смог вернуться к своему здравому рассудку. Его глаза двигались, как будто он искал кого-то в толпе, его лицо было озадаченным. Феррелл. Что случилось? Воскликнул Рикардо. Император морская акула. Крикнул Нептун. Я нашел шииня. Я собирался схватить его. Император морская акула остановил меня. Я не знаю, что он задумал. Он отпустил этого ребенка, проревел Феррелл. Множество молний, парящих в воде, излучали ослепительный свет, пока он говорил. Император морская акула. Это правда? Нептун был удивлен. Ты согласился помочь мне найти этого ребенка. Это твое отношение? Рикардо, Тушицы и Цимо были сбиты с толку. Они не знали причины, поэтому обратились к императору морской акули с вопросительным выражением. Кроваво-красный оттенок в глазах императора морской акулы остался. Он еще не исчез. Он все еще выглядел озадаченным и что-то искал в толпе. Вспыхнуло пламя. Глаза императора морской акулы внезапно заблестели и закричали. Шэньчжэнь. Пока император морская акула и Феррелл сражались, Шэньчжэнь таинственным образом исчез. И теперь он снова появился внутри этого мерцающего пламени. В морской ракушке, в которой он спрятал свое тело, горело пламя. Как только он появился, то решительно сказал. Мы должны идти. Наконец-то пришли Нептун и Рикардо. Он также знал план императора морской акулы. Ему нужно было сражаться с ним некоторое время, чтобы привлечь внимание остальных. Он был тем, кто лучше всех понимал императора морскую акулу. Фактически, он был похож, как его тень. Он понимал, что, как только придут Нептун и Рикардо, они будут искать его и заставят рассказать о причине битвы. Таким образом, ему пришлось спрятаться. Прежде чем император морская акула и Феррелл не закончили битву, ему нельзя было показываться. Но сейчас наступило время появиться. Ему нужно было напомнить императору морской акулы, что он не должен противостоять воинам всего моря уничтожения в одиночку. Услышав его, император морская акула усмехнулся и кивнул. Верно. Мы должны уйти. Я не собираюсь оставаться здесь. Облака душ появились вокруг императора морской акулы. У Нептуна было холодное и суровое лицо. Император морская акула, я думаю, ты должен мне все объяснить. Рикардо тоже выступил вперед и нахмурился. Я договорился схватить ребенка по имени Шильянь. Император морская акула, мне нужен ответ. Тушицы, Циму и многие прячущиеся эксперты также подошли ближе. Они забаррикодировали императора морскую акулу. Ни у кого не было хороших намерений. Все требовали, чтобы император морская акула показал, куда ушел Шильянь. Многие умные люди, со слов Феррелла, поняли, что император морская акула отпустил Шильяня. Император морская акула даже начал сражаться с Ферреллом, чтобы выиграть для парня больше времени и привлечь остальных. Они поняли, что император морская акула хотел защитить Шильяня. Они стали подозревать, что у Шильяня и императора морской акулы было какое-то секретное соглашение и что он знал, куда ушел юноша. Император морская акула освободил Шильяня, владыка бог был изумлен и покачал головой. Я не могу в это поверить, этот ребенок всегда был странным. С ним могло случиться много невероятных вещей, нахмурился Минхаа. Похоже, он благополучно ушел. Это хорошо. Адри приближалась издалека. Услышав их, она взбодрилась. Спасайся бегством. Сейчас же. Минхун закричала с ее плеча. Про отец драконий ящер, тушится и даже этот демон Нептун здесь. Если они тебя найдут, будет много неприятностей. Адри была поражена. Она тут же отреагировала и улетела, не останавливаясь. Однако в этот момент века Нептуна дернулась. Его глубокий взгляд пронзил сотни воинов и упал именно на Адри. Он облизнул губу и пробормотал. Жестокие души Синха. Интересно. Жестокие души лидера нашего клана теперь приносят пользу кому-то другому. Под ногами Нептуна появилась черная, как смоль, жестокая душа высотой в 10 метров, похожая на медведя и льва. Эта жестокая душа взревела и превратилась в полосу тусклого света, устремившуюся в Адри. Нехорошо. Этот демон почувствовал тебя на таком большом расстоянии. Минхун почувствовала не менее головы. Он призвал. Уходи на максимальной скорости. Адри побледнела. Когда она увидела приближающуюся массивную жестокую душу, ее душа задрожала. Ее уровень сильно отличался от уровня Нептуна. Энергия одной из жестоких душ Нептуна не была тем, с кем она могла бы справиться. Минхун тоже почувствовал беспокойство, когда приблизилась жестокая душа. Он также был жестоким человеком, но он был создан Синхом. Он не мог устоять перед жестокой душой, созданной Нептуном, который был на уровне территориального предка. И Минхаа чувствовал волнение от Ауры, которую он оставил на Адри. Он почувствовал и обесцветился. Его душевная форма внезапно исчезла. Свуш Минхаа подошел к Адри и посмотрел на жестокую душу Нептуна. Он усмехнулся и схватил ее. Рядом с ним появилась пространственная трещина, которая превратилась в странный клинок. Он схватил его. Минхаа поднял клинок и нанес удар. Жестокая душа Нептуна завизжала, разделившись пополам. Однако жестокая душа не была реальной сущностью. После того, как ее уменьшили вдвое, она все еще могла кричать и демонстрировать свою жестокость. Теперь ее целью стал Минхаа. Нептуна немел, а лицо его было очень темным. Он повернулся, чтобы посмотреть на Минхаа, Минхуна и Адри. Низкие существа. Вы не знаете, как высоко небо. Вы не побоялись оказать мне сопротивление. Значит, вы хотите смерти. Из моря душ под ним отделилась еще одна жестокая душа. Это была зеленая змея длиной около сотни метров. У нее была густая кислотная аура. В зловонной пасте змей было множество клыков. Она проглотила нескольких воинов, пока скользила. Эти жертвы погибли мгновенно. Что? Владыка Бог внезапно узнал, что Минхаа исчез, пока он наблюдал за императором морской акулой Эфирреллом. Обернувшись, он увидел, как Минхаа сражается с жестокой душой Нептуна. Он был удивлен. В нерешительности он остановился. Он не хотел вмешиваться. Пойдем. Шэнь-Жэнь воспользовался возможностью и закричал. Император морская акула не знал Адри, поэтому не стал ей помогать. Видя, что они привлекли внимание Нептуна, он кивнул и выпустил волны, чтобы избавиться от толпы. Не дайте ему сбежать, крикнул Эфиррелл. Ему не нужно было это говорить, поскольку Рикардо, Цимо и многие наблюдатели действовали инстинктивно. В мгновение ока морское дно стало сиять множеством световых завес, ореолов и блоков. Были брошены преграды разной энергии. Все вокруг стало шумным и хаотичным. У воинов, у которых хватило смелости наблюдать за битвой между двумя территориальными предками, были высокие уровни и хорошие базы совершенствования. Многие из них были связаны с семью кланами, в то время как некоторые из них были здесь из-за башни символов силы концепции. Было ли это из-за наград от пяти кланов или башни символов силы концепции, но они хотели знать местонахождение Шэйня. Таким образом я все они приняли меры. Император морская акула, после этой битвы, каким бы ни был результат, у тебя не будет приличного места для проживания в этой морской области небытия. Члены клана души, клана пожирателей, клана древних монстров, клана темных демонов и клана таинственного неба не отпустят тебя. Их главные члены были убиты, а ты освободил этого ребенка. Ты должен понести ответственность. Рикардо вздохнул и заговорил эмоционально. Глава 1463. Один за другим. Миллиарды разноцветных языков в пламени вылетели из тела Рикардо. Они автоматически выстроились в естественную формацию. Это пламя не боялось воды. Языки пламени были подобны бесчисленным ярким фонарям, летящим к императору морской акуле. Феррелл не сказал ни слова, прежде чем снова предпринять действия. Шары молний сгустились и, ворча, упали на императора морскую акулу. Нептун фыркнул и поднял руку. Три жестокие души возникли, как гигантские демоны, парящие в воздухе, каждая из которых была несколько тысяч метров высотой. Эти три гигантских жестоких души были его настоящей смертельной атакой. Рикардо, Феррелл и Нептун приняли меры одновременно, чтобы заблокировать императора морскую акулу. Они хотели выяснить у него местонахождение шиеня. Для любого клана башня символов силы концепции была главным сокровищем, о котором они мечтали. Она была даже более ценная, чем божественное оружие абсолютного начала. Что касается башни символа силы концепции, они проигнорировали тот факт, что император морская акула был уровня территориального предка. Однако они собирались найти шиеня, даже если бы им пришлось уничтожить все море уничтожения. Адри. Это Адри. Яюнь закричала в толпе. Тушицы и про отец драконий ящер смотрели на нее издалека. Они были удивлены, узнав, что жестокие души Нептуна напали на Адри. Они знали, что после того, как Адри рассталась с ними, она отправилась к шиеню. Поэтому увидев Адри, они подумали, что шиянь тоже рядом. Пока остальные кричали, тушицы, Яюнь и про отец драконий ящер бросились к Адри и оставили императора морскую акулу позади. У нее близкие отношения с шиенем. Что ты хочешь делать? Внезапно спросил про отец драконий ящер. Тушицы и Яюнь колебались. Размыслив некоторое время, Яюнь сказала. Нужно ее схватить. Мы можем использовать ее для переговоров с шиенем, не так ли? Мы действительно можем помочь ей и спасти ее от гибели от жестоких душ Нептуна, сказал тушицы. Про отец драконий ящер кивнул. Тогда ладно. Когда они приблизились и собрались действовать, то обнаружили, что Минхаа в одиночку остановил две жестокие души, используемые Нептуном. Клоны Минхаа держали сабли и сопротивлялись двум жестоким душам. Минхаа в своей форме души вспыхнул и исчез. Затем другой воин внезапно безумно закричал и напал на жестокие души Нептуна. Про отец драконий ящер и остальные были в восторге. Как он смог так быстро заполучить чужую душу? Кто он? Он должен быть экспертом по контролю над душой из клана Пожирателей. Я слышал, что эксперты, совершенствующие силу контроля душой, могут войти в души воинов низкой сферы, исказить их умы и поработить, сказал тушицы с суровым лицом и странными глазами. Я не могу связать эту маленькую девочку-адрес членом из клана Пожирателей. Ой, что-то не так. Форма души этого эксперта, не то, что использует клан Пожирателей. Это чем-то похоже на клан души. Риско. Все сложно. Яюнь была сбит с толку. Она остановилась и не знала, что делать. Как лидер управления душой с кровожадной силой, Минхаа овладел силой имперского темного племени и сверхъестественными способностями контроля над разумом кровожадной силой. У него также была сила пространства. После 10 тысяч лет совершенствования и полного слияния трех сил концепции он достиг третьего неба бессмертной сферы. Если у него будет темная энергия, он сможет безопасно достичь уровня территориального предка. Сегодня, в море уничтожения, он проявил свои настоящие способности. Бесчисленные его души клонов заняли 15 экспертов с бессмертной сферой и поработили их. Он контролировал их, чтобы нанести саморазрушительные атаки жестоким душам Нептуна. Это сильно шокировало многих. Даже воины, окружавшие императора морскую акулу, поблекли от страха. Они были ошеломлены, когда увидели, что две жестокие души Нептуна были уничтожены взорвавшимися душами. У Нептуна в голове было множество нитей души. Несколько были разрезаны. Он поморщился и повернулся к Минхаа, а затем крикнул. Сила контроля над душой клана Пожирателей. Когда Цимо и воины клана Пожирателей услышали крик Нептуна, они испугались и повернулись, чтобы посмотреть на Минхаа. Он не член нашего клана Пожирателей. Цимо совершенствовал силу Хааса концепции. Вокруг него было странное магнитное поле, из-за которого вода закручивалась внутри множества зеркал, что выглядело довольно странно. Когда он сражался с императором морской акулой, он внезапно вспомнил кое-что, крикнув. Он с пустынной территорией. Пустынная территория. Люди из пустынной территории. Территория, созданная пустынным, существом Иры абсолютного начала. Это так неожиданно. Многие окружавшие воины вскрикнули от удивления. Тушицы и Яюнь обменялись взглядами. Они увидели страх в глазах друг друга. Они знали, что Адри и Ши Янь пришли из пустынной территории. Услышав, как Цимо раскрывает личность Минха, они были поражены. Они вспомнили, что Хань Тянь рассказывал им о кровожадном. Как и кровожадный, они счастливчики, получившие наследство Пожирателя на пустынной территории. Их понимание восьми великих злых сил более полно, чем у самого клана Пожирателей. Просто их уровни немного низки, обратился Тушицы к праотцу Драконьему Ящеру. Много лет назад к нам приехал эксперт из пустынной территории по имени Кровожадный. Он поднял кровавый дождь и убил множество членов клана Пожирателей. Наш праотец Хань Тянь сражался против него. Он потерпел поражение. Кровожадный овладел пожирающей силой концепции и восемью великими злыми силами концепции клана Пожирателей. Он был очень жестоким. Старейшина Хань Тянь был побежден, драконий ящер был напуган. Предок Хань Тянь – один из десяти великих экспертов уровня территориального предка. Насколько устрашающим был Кровожадный? Шияни Адри пришли из пустынной территории, как и этот эксперт с силой контроля над душой. Он овладел силой управления душой. Возможно, он родственник Кровожадного. Это действительно странно. Пробормотал тушицы, его глаза внезапно прояснились, когда он посмотрел на императора морскую акулу со странным лицом. Что у тебя на уме? Спросила я Юнь. Ты помнишь, что сказал нам про отец Хань Тянь в том году? Он сказал, что император морская акула провожал Кровожадного по морскому дну моря уничтожения. Этот Кровожадный внезапно появился на морском дне моря уничтожения из ниоткуда. Он ничего не знал, и ему все было любопытно. Он встретил императора морскую акулу, когда тот был еще слаб, и он заставил императора морскую акулу сопровождать его. Да, я помню, как про отец Хань Тянь рассказывал нам об этом. Однако Кровожадный исчез. Я действительно не понимаю, что ты имеешь в виду. Почему император морская акула внезапно решил защитить Шияня? Только призраки знают, возможно, это связано с Кровожадным. Ты имеешь в виду, что император морская акула знает, что Шияни Кровожадный связаны, и он защищает Шияня из-за этих отношений. Это просто предположение. Про отец Дракон Ящер слушал туши Ция Юнь. Он был сбит с толку и напуган. Увидев, как Минхао двигается и захватывает души многих экспертов, чтобы взорвать жестокую душу Нептуна, его скальпонемел. Этот человек действительно силен. Даже если бы мое истинное тело было здесь, я все равно не уверен, что смог бы сравниться с ним. Люди из пустынной территории. Цимо внезапно закричал и проигнорировал императора морскую акулу. Он рванулся к Минхао. Скажи мне, где находится вход в пустынную территорию, и я пощажу тебе жизнь. Наш клан Пожирателей хочет отправиться на пустынную территорию, чтобы найти наследие нашего предка. Воины клана Пожирателей нацелились на Минхао под руководством Цимо. Легенды говорят, что пустынный сражался с Пожирателем, и он был разбит на несколько частей. Если мы сможем войти в пустынную территорию и проглотить части Пожирателя, мы достигнем уровня, который никто не мог себе представить. Мы узнаем секреты эры абсолютного начала и принципы сил концепции. Я слышал, что на пустынной территории все еще есть два божественных оружия абсолютного начала. Если мы войдем в пустынную территорию, мы станем чертовски богатыми. Конечно, многие начали кричать, они были возбуждены. Когда они смотрели на Минхао, то были похожи на голодных мужчин, смотрящих на обнаженную красавицу. Жители пустынной территории, он тоже оттуда. Император Морская Акула мысленно вскрикнул. Некоторое время он сопровождал Кровожадного, поэтому знал, что Кровожадный пришел из пустынной территории. И по силе контроля над душами, он догадался, что Минхао также был в близких отношениях с Кровожадным. Император Морская Акула хотел уйти, но внезапно заколебался. Он хотел схватить Минхао и узнать подробности. Пока он был напуган, Рикардо и Феррелл атаковали его еще более яростно. Остальные, которые ранее бездельничали, теперь старались изо всех сил. Все место было заполнено взрывами, огнем, льдом и кристаллами. Давление почти разрушило морское дно моря уничтожения. Территория огня Рикардо испарила воду и опустошила территорию. После долгого ожесточенного боя с Ферреллом император Морская Акула был не в лучшем состоянии. Он был поражен. На его водной территории вспыхнули бесчисленные пузыри. Веки императора Морской Акулы дернулись, лицо побледнело. Он попытался проглотить кровь, которая текла у него по горлу. Нам все равно, связаны ли они с нашим благодетелем. Мы должны уйти сейчас. Мы так долго не протянем. Когда Шэнь Жэнь увидел странное выражение лица императора Морской Акулы, он понял, что дела идут не очень хорошо, и он поспешно закричал. Он постоянно выпускал огненный щит перед водной территории императора Морской Акулы. Однако огонь Рикардо, который был более сильным, чем его, уничтожил щит. Старик был ранен, и его энергия быстро улетучилась. Император Морская Акула, я не хочу идти против тебя. Мне нужно, чтобы ты сказал мне, где находится Шэнь. Я хочу башню символов силы концепции. Мне не нужна твоя жизнь, император Морская Акула. Рикардо был спокоен, пламя окутывало его тело, как слай брони. Миллиарды пламенных языков устремились к императору Морской Акуле, и морская вода испарилась, создав вакуумную зону на морском дне. Феррелл дьявольский ухмыльнулся в этой области вакуума и окружил императора Морскую Акулу своими взрывающимися шарами молний. Рикардо, ты присоединился к Ферреллу, но вы, ребята, не сможете меня остановить. Верите? Глаза императора Морской Акулы снова стали багровыми. Рикардо был сбит с толку и тоже выглядел обеспокоенным. Если ты хочешь рискнуть своей жизнью, мы с Ферреллом не сможем тебя остановить. Но я уверен, что ты знаешь цену, которую придется заплатить. Если я поддержу Рикардо и Феррелла, ты легко умрешь, верно? Вмешался Нептун. Три жестокие души не двинулись с места. Однако две другие его души были разрушены, когда Минхао использовал свою силу контроля над душой, чтобы заставить своих рабов взорвать свои духовные алтари. Нептун не стал атаковать дальше, потому что ему пришлось приберечь несколько уловок. Он повысил голос и проревел. Боди. Среднестатистический человек-воин в толпе внезапно сжался. Он был примерно около метра ростом. Он был зловещим и чрезвычайно уродливым карликом. У него было зеленовато-коричневое лицо с жуткими зелеными глазами. Он внезапно полетел к Адрею Минхао. Про отец земляной вурдалак. Про отец драконий ящер и тушицы закричали одновременно. Все трое пострадали от этого земного вурдалаки. Увидев его, они возмутились и испугались. Их глаза стали красными, ведь они увидели своего заклятого врага. Глава 1464. Возвращение. В этом море уничтожение про отец Боди из племени земных вурдалаков был довольно известен. Он был нынешним лидером племени.